здравствуйте надо здороваться со всем здравствуйте пятница 20 до мы репетировали месяц готовили схему интервью готовили максимально полезную и ценную информацию для вас альберта записаны все ходы все блокноты это ай пэн да в смысле я этим пэном а и что-то делаю это аналоговая ручка спасибо 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 я очень люблю когда про меня пишут дтф это одно из моих любимых событий спустя годы бывшие сотрудники ко мне подходят а ты же ты же еще в чаре до после того сообщения ты все еще раз а как ты отошел ты как-то ты сколько денег я поддерживал поддерживался на лечении все переживают на депрессии 5 долларов всего антону за переведите на счет антон напиши номер своего сбера и тебе переведут соответственно что нам надо для нашего развлечения нам надо наверное дать вначале каких-то несколько пара умных советов для людей а потом нам надо найти живых людей из либо из тех кто присылал нам резюме на чашскую почту либо из тех кто не присылал резюме и готов нам в чате присоединиться потому что к сожалению прошлый раз желающих были тысячи в этот раз только сотни то есть говоришь о качестве знаешь как продюсеру мне вот честно есть когда ты называешь мне цифры я сравниваю статистические значения ретеншин падает то есть мы ухудшаем все хуже и хуже но я уже здесь я пришел исправить я вот вижу 9 9 человек хотят присоединиться к эфиру не знаю знают ли они что это за кнопка но вот господин бульверина я знаю и у меня есть его резюме поэтому можем начать с него и там вот кирилл написано что живое готов я не знаю если у нас ждем и кирилл альберт начинай давать мудрый совет из себя ты все-таки понимаешь в чаре что ты как ты советуешь проходить вот и интервью готовится ну готовиться точно не нужно к интервью потому что не представляю как она может как она может значит помочь совершенно точно не нужно волноваться нужно понимать что никакой ответственности вы в общем не несете нужно понимать что с той стороны в общем-то не глупые люди большую часть времени которые хотят вас найти а вы хотите куда-то попасть это означает что обе стороны вроде как хотят прийти к соглашению поэтому волноваться не нужно абсолютно ни о чем если вы не подойдете это такой же положительный исход очень часто бывает как если вы подойдете потому что не подойти выйти на работу пройти через что-то и потом работодатели вы поймете что вместе вы работать не хотите будет печально поэтому идея на собеседование самое важное понимать для меня одну вот единственную вещь хочу точнее чтобы те кандидаты которые ко мне приходят понимали эту вещь что сам я уже не хожу по собеседованию это о том что вы идете проверить не это ли место то самое которое вам нужно с такой же целью на собеседование идут люди собеседовать вас не вы ли тот кандидат который нужен вот это самое важное настроение вы идете не проверять свои скиллы вы идете не проверять свои знания вы там ни за чем еще идете вы идете вот за проверкой вот эту историю поэтому никакого волнения готовиться не нужно что нужно так точно также понимать что все вопросы которые вам задаются вот я знаю что наверно многие смотрели какой-то там сериал типа со времени если я смотрю эпидемию а light у меня смотрел я как пример говорю да что и наверное все у всех в голове какая-то вот странная есть теория знаете как код да винчи когда ты смотришь там какое-то художественное произведение там где какую-то чушь значит рассказывает если ты сам условно в ватикане не был то вполне можно в эту чушь дверь вот здесь то же самое как будто работодатель проводит собеседование как с алгоритмом как в бегущем по лезвию бритвы связаны связаны там клетки связаны нет это живое общение на вас смотрят как на человек поэтому какие бы вопросы вам не задавали чаще всего у любого вопроса самый простой смысл вот как вы его слышите таком его задают то что очень многие мне рассказывали что вот пытаются сидеть на программистом это свойственно и геймдизайнером сидеть вот анализировать что за вопрос вам задают нет если их задают значит у людей есть опыт который заставляет их задавать подобные вопросы что еще ну а нет знаю почему надо готовиться потому что у любого интервью есть та часть которая про быт да про бытовые какие-то вопросы во первых нужно быть готовым на них отвечать потому что опять же у более юного поколения чем я встречаю какую-то странную стыдобу то есть они вот зачем-то придумали что есть какая-то вот такая приватная часть которая никого не касается ну оно так и есть безусловно те люди которые вас окружают оно не касается но те люди с которыми вы собираетесь проводить половину светового дня условно говоря да в течение нескольких лет значит увлечения они очень быстро могут стать моими проблем раз вы мне можете такой подарок сделать то конечно я хочу понимать с чем я имею дело о том чтобы не вынеслось потом о том что тут александр пишет неправду что после титров 3 сезон александр певц летитров идет первый сезон идет два года 5 второй сезон мы перейдем после того как наберем 1000 подписчиков мы договорились жор и об этом два эфира назад поэтому наберем там будет стрим по нэнси дрю и потом начнет второй сезон который ничем не будет отличаться от первого вот я тоже хотел сказать как вы там это все на сезон и делите поэтому у нас нет сезона вот поэтому и к личным вопросам будьте готовы то есть имейте ввиду вас спросят например если вы более там молоды родители где учились да я не понимаю разницы между вопросами где вы учились и кем работают ваши родители почему один вопрос уместный а второй приватный не понимают семья ваша вас воспитывала это важно где они живут с кем вы живете какие у вас жилищные условия банально нормальный вопрос при устройстве на работе многие воспринимают это стыдливо не надо стыдливо воспринимать нужно отвечать на эти вопросы поверьте мне глупый вопрос или ханство вы быстро отличите от нормального адекватного вопроса это вот тоже нюанс значит кроме вот этих личного вопроса к чему надо готовиться готовиться к бытовой части интервью когда он задает вопрос сколько денег вы хотите да вот это вопрос которому нужно готовиться если вы не прям вот не совершенно такой в потоке да человек как говорят когда вы можете сходу на этот вопрос ответить то есть чтобы вы не смущались не называли 50 разных то есть понятно что с той стороны могут быть люди хорошим настроением и с веселым они помогут даже с трудом ответить на этот вопрос и выяснят там какую-то вашу вилку и все но лучше если вы сами это называете и самое важное еще я считаю это признаком хорошего места куда вы собираетесь устроиться на работу если вас спросят а как вы собираетесь найти деньги прожить особенно этот вопрос уместен когда кто-то из джунов из другого города например говорит что переезжает в москву и хочет у нас работать и там называют очень низкие зарплатные требования и понятно что он своим энтузиазмом готов на такие жертвы но мы то как работодатели не готовы на такие риски о том что ему чего-то будет не хватать и там еще какие-то проблемы нет поэтому вот это вопрос на который нужно быть готовым отвечать и понимать естественно что если гендизайнер не способен ответить на вопрос о своих расходах это печально и программистам бы тоже неплохо быть организованным вот концепт-артистов прощаю а художников у тебя нет требований да никаких если я спрашиваю сколько вы хотите получать они мне в ответ просто синий мне мне но вот это наверное с точки зрения с точки зрения каких-то моих таких чего советов не знаю как это назвать с моей стороны экрана со стороны работодателя добавлю к процессу подготовиться не готовиться готовиться к интервью я бы добавил один фактор подготовки то есть я согласен с альбертом в том что это не не что-то сверхъестественное просто разговор людей там двух-трех неважно сколько человек присутствует на беседе и для условного кандидата соискателей там как не называй этого человека это точно такая же беседа точно такие же вопросы он делает такой же выбор по-другому даже на же новой позиции даже стартовой воспринимать себя не надо единственный процесс подготовки который делать нужно это все-таки понимать куда ты пришел и делает если какой-то проект запущенный есть или там какой-то период он там же оперируется или какую-то игру они сделали неплохо бы в эту игру все-таки не только посмотреть минуту трейлера по и ай поиграть особенно если вы идете не работать потому что в бытует мнение что там free-to-play мобилки три вряд вот это вот гадость делать не хочется надо делать творить высокое искусство сейчас мы заработаем денег часто до сих пор такие люди приходят мы оба понимаем говорит нам кандидат что это говно вы делать не хотите сейчас мы с вами деньжат легко поднимем потому что free-to-play что с точки зрения денег штука простая просто включаешь кнопку анального доната люди делают тебе много денег и ты потом на эти деньги уже творишь вот это по-прежнему немножечко удивляет даже не не раздражает просто удивляет о чем с этим человеком разговаривать не очень понятно или там не меня раздражает я бы тоже хотел было именно так просто не так и все поток поток денег даже из анального доната ограничен поэтому так индустрия такая то фантазировать про то что она какая-то другая как увидеть своих геймерских фантазиях ну не стоит это к реальному миру относится достаточно слабо и мало и все-таки надо понимать что что платить зарплату любому человеку и этому кандидату его надо платить денег деньги надо чего-то заработать поэтому ну есть некая такая цепочка целеполагания не знаю все остальные мудрые советы давай оставим из того что мне прислали резюме я вот вижу двух человек которые хотят к ним присоединиться тебе что больше нравится человек с ником бульверин или человек с фамилией михаил ганаев как тебе любой но твой выбор давай бульверина мы более-менее знаем а вот ганаев будет для нас в новинка это господин технический геймдизайнер у нас правильно да он так себя называет прекрасно прекрасно не очень красивое резюме поэтому я бы оформлено оформлено с ним поговорил но вот он лишь не хочет пока принимать нажали ему плюс один но он не плюс один это а до писал про обучаемый желание учиться обязательность про обязательность вот эти чак уже в рейте третьим пунктом писал обязательность честность ну не соврал в действительности а коммуникабельность тоже опять же минус получается где возможно он где-то сейчас проявляет лидерские качества просто нету не видим и поэтому он ушел куда-то лидировать другое место коммуникабельность пострадала опа михаил смотри отставил бульверина появился михаил привет давай видео михаил покажи себя тогда 5 секунд на фотке звуки там из хорроров там у него какая-то это заиграл так бульверин пошли люди скажи мне я никогда этого не понимал зачем он шуршит по мне сейчас я не знаю я не думаю что отвечу на этот вопрос я смотри вот приходит как я это понимаю устроена да значит вот на некий адрес почты пришло вот такой пришел вот такой документ правильно так правильно его смотрит рекрутер правильно так вот вот например мы сейчас наблюдаем резюме на которое было потрачено явно некие творческие усилия но явно больше чем два цвета явно черные белые там есть даже таблицы пересечений которые как бы нам показывает куда михаил хотел бы развиваться вот это плюс или если бы это было просто резюме черно-белая пофиг это вот мы сейчас михаилом и разберем кстати вопрос у меня по резюме прожарка была в отдельном жанре и собственно я есть несколько градаций куда-то отправляешь резюме вот как ты говоришь рекрутеру когда ты отправляешь я бы это плюсом не назвал потому что рекрутеру ему все-таки мозг работать должен быстро оценивать резюме десятками и сотнями и когда он видит такой но мозг немножко это ломает то есть он думает а что делать мне вот с этим это все круз классно красиво нарисовано но как бы выводы там не делать из чего вот из опыта работы можно сделать вывод там четыре строчки а вот все остальное конечно но расскажи на михаил давай с тобой беседовать что ты хочешь сделать я хочу делать игры у меня нет какого-то опыта именно работа в индустрии я нашел пару вакансий как бы технического гендизайнера либо младшего гендизайнера там не терялся опыт работы но в основном требуется опыт работы с вершками и у меня он есть мы из снежных областей и вот на этом основе я вот главные свои навыки в резюме выделил а ты сам играешь да много последнее время большего часа по ну занят я понимаю все я всех кого младше 30 и не спрошу все они у кого нет одни мы пердуны у нас до хрена времени для времени полно у меня играю я перечисли последние какие-то вещи которые впечатляли тебя неважно в каком аспекте в и здесь не отправили неправильного ответа не пытаясь ответить про ли неправильно вот просто все просто правда да даже не знаю что написал нет всего за крупными новинками без любыми даже не понравилось практически не слежу нет я за ними слежу но я в них не играю во что ты играл последний давай все равно я как будто я буквально там ну точно как минимум раз в неделю ты поиграю это вот там какая-нибудь там шутер например там rainbow six или там с другом например куда-нибудь там были бы легенд пойти то есть ну лалец отлично лалец висит это вот именно те сервисы в которые я играю а так из мелких играю что у меня грис грис я платформер покупал играл то есть на чем играешь про студии судя по перечисленным ты пока пока только пока вот как бы консоли этого поколения меня нет этого поколения все еще по относишься ну так по игру иногда я вот например на голову на играх поехавший я понимаю почему я не пойду работать на завод их пойду если если на почему не пойду работать в другую область там петь не пойду или обслуживать сцены не пойду там или еще что-то через что ты нашел то в нашей индустрии ты нет библиотека у меня большая из того и на что вот я играл я как бы у меня очень много игр у меня там ну то есть правда стресс из просто последнее время я меньше играю вот так и есть именно работ знаете такие вот игры которые утром может даже и простенькие но утром знаете за душу берут не степняйся ты мне название говори не думай за меня ни о чем не думай просто я сейчас с тобой знакомый что происходит я тебя не знал никогда до этого никогда не видел первый раз жизни мы с тобой встретились вроде как пытаемся принять серьезное решение как если бы ты собеседовался ко мне на работу как я могу что-то о тебе узнать если ты думаешь за меня и не думай давай посмотрим что тебе в играх нравится зачем ты пришел в игры что ты хочешь что ты хочешь сделать в них потому что я тебе открою секрет деньги есть рядом индустрии где деньги платят не меньше а то и побольше график спокойный тебя там уважают ты будешь расти и карьерно и точно так же ты будешь расти как специалист то что и высоконагруженные приложения их тьма ну то есть яндекс такси бабам все игры просто в тихую где-то там плачет в уголке по сравнению с этой махиной у них тоже самое те же докеры шмокеры сервера все абсолютно то же самое хайло все почти гейм дизайнеры есть потому что надо же когда мне показывают по пути что-то интерфейс какой-то все то же самое альберт показывает настоящее наше периодически собеседование когда он много говорит а когда молчит нам хотелось бы чтобы тебя тоже послушать потому так разумеется мы поймем давай расскажи нам про игры все таки вот в огромная библиотека что твое любимое старое новое вот сейчас и началось это например starbound 2d но простенькая простенькая музыка прекрасная и вот просто вот именно в открытом мире нравилось проводить время еще фтл фаст разумная такая тактика стратегия тоже очень интересно именно мне было ну разбираться вот в этих механиках как-то доходить до этого там главного босса то есть тратить на это время очень интересно было этот играть эту игру и изучать правил которые мне дают и это всегда интересно и во что-то такое кооперативное поиграть будь то например какой-нибудь там каста крашерс я с другом прошел то есть вот этот сайт скроллер вдвоем мы проходили тоже было интересно то есть какой-то набор механик простенький сюжет может не очень простенький вот именно вот этот вот но это понятно это было не в годиков мне и чары замазали твои личные данные сколько тебе годиков мне 18 18 что тебя побуждает не идти учиться в вуз там не знаю еще что-то какие-то традиционные карьеры а идти работать и мучиться покорять гимдив у меня побуждает именно то что я хочу работать я хочу как бы сказать вот стать вот частью смотри я я мы же пытаемся реальное собеседование тебе показать да поэтому ты вот меня там ты растрогать вот вот эти люди абсолютно не не поддадутся ни в одном глазу ни одной из не пройдет потому что ну это какая-то твоя мотивация какого-то там уровня мы ее понимаем что альберт тебе говорит да если ты хочешь деньги ты там идешь там условный банк это понятно все ты нам с точки зрения практической пытайся уже себя перевести как я я в этом году поступал возрасте не взяли но да вот именно на геймдизайн я не прошел то есть я вообще подавал там документы в спбг у так слова есть чате слов почему мы не взяли человек слава ходил человек хочет делать игры я в этом году не прошел но я не стал как бы подавать в какой-нибудь там другой вуз чтобы где-то именно в другой сфере обучаться я хочу именно обучаться давай чтобы что вот попадешь ты что ты хочешь ты хочешь сделать еще один 2d платформер с душой слезами чувствами потрогательной музыкой чтобы игрок пережил катарсис через три часа прохождения а ты пережил катарсис когда узнал сколько ты заработал на это ты хочешь быть известным часть мотивации да вот самая глубокая мотивация это я хочу максимально реализовать свой потенциал я вот сейчас не очень много могу но я вот именно хочу в какой-то момент достигнуть такого уровня что может быть ну не знаю известность и неизвестности но вот я вот хочу делать что-то очень хорошо и вот в данный момент то есть я учусь во многих сферах я и в 3d учусь моделировать и текстурировать учусь вот это у меня и возникает вопрос зачем ты хочешь делать сам инди или работать в индии или ты просто не можешь определиться с тем чего ты хочешь нет я не хочу работать в индии я хочу именно найти работу в компании я в какой момент ты планируешь выбрать себе роль вот сейчас ты пробуешь все когда ты остановишься на чем-то одном я думаю в ближайшие полгода я выберу себе роль именно нет про я в принципе уже выбрал я хочу level дизайн изучать и гейм дизайн изучать усиленно но в данный момент я честно говоря плохо себе представляю например как как вот получить вот эту должность дизайнера уровня допустим есть например я не работал еще ни над каким проектом я понимаю что могу сделать себе уверенное портфолио там 3d художника а вот уверенное портфолио дизайнер уровня гейм дизайнера я себе не представляю для тебя разница но вот level дизайнером ты хочешь быть что в чем разница от 3d моделлер ну 3d моделлер просто делает делает 3d модели до дизайн просто делает уровне чем разница не знаешь в каком нет дизайнер уровней он же уже работает с игроком с ощущениями игрока очень красиво с мотивацией игрока то есть задача дизайнера уровня и провести игрока по локации как ты считаешь в холлайфе что что важнее монтировки в руках у фримена вот что во всей халфе есть более каноничные чем монтировка ее кто-то сделал ты знаешь кто ее сделал я не думаю что кто-то знает кто ее сделал это то как стоит геймдев воспринимать то что если у тебя есть желание очень личного участия то сергей сказал для этого уже сейчас есть формы в которых ты можешь себя очень лично реализовать ну то самое инди там ты будешь ближе к игроку ты никогда не будешь как ты будешь в инди и к позитивным и к негативным странам этого вопроса если ты идешь компанию работать то первое что ты должен это четко сообщить компании что ты хочешь в ней делать потому что не знаю я не часто воины собеседованиях но малая вероятность что люди будут сидеть и выяснять что ты хочешь поэтому говоришь геймдизайнер значит геймдизайнер поэтому убеждать всех что ты еще вот и 3d и 2d это просто немного путает если ты идешь в компанию компания очень конкретно поэтому технический геймдизайнер значит технический геймдизайнер второе как ты правильно сказал вернее как ты как правильно сергей вывел тебя на то что будет тяжело ответить на то чем занимается левел дизайнер потому что в более менее крупном проекте это коллективный труд нет какого-то левел дизайнера одной одной перс одного персонажа одной персоналии которая садится и делает левел а другую там рядом кто-то делает монтировку у моргана фриман нет морган фриман это не тот фриман соответственно левел дизайн это очень большая комплексная штука и как ты можешь вот как ты сказал как преодолеть ситуацию при которой у тебя нет портфолио но есть другие игры покажи анализ покажи как ты к этому относишься ведь мне же как работодателю важно что понять как ты будешь взаимодействовать как ты будешь частью коллектива какие у тебя навыки вот если вот один навык ты мне свой показал это структурирование информации даже в резюме принципе мне нравится ты вот выбрал такую необычную форму сергей правильно сказал что кроме меня может никто бы за это глазом и не зацепился но вот такая вполне геймдизайнерская форма представления информации она мне сказала о тебе больше сейчас чем час беседы то же самое касается других вопросов посмотри игры какие-то и предложи работодателю свой анализ да это не ты сделал но и большинство уровней которые ты будешь показывать тоже сделаны не одним человеком но таким образом ты что-то продемонстрируешь и просто пойми что левел дизайнер это не один человек а вот геймдизайнер это часто один человек ну то есть мы если чаще всего геймдизайнера задачи достаточно делятся до такого результата где ты полностью за него отвечаешь да есть какой-то конфиг делаешь или фичу ведешь что это будет по твою здесь понятно левел дизайнер это немножко другая поэтому вот про 3d и все остальное ты так собьешь стол того кому идешь на работу определись все то у меня интернет сбойт если что альберт ты говоришь за меня в вопрос просто в том что ты понимаешь функциональность да то есть надо почему от фантазии и каких-то в не знаю стереотипов или каких-то общих слов переходить конкретики потому что что ты делаешь руками его ты должен понять что ты делаешь и как бы ну вот вот это и есть твое портфолио то есть если под левел дизайном понимаешь там на коробочках собрать какую-то структуру уровня но исторически для этого всегда говорили что типа есть starcraft starcraft 2 там вот можно сделать свой уровень и сделай с ними ролик там не знаю ютюбе на 30 секунд на минуту покажи его расскажи у тебя видишь там роль лидера режиссер сценарист командных конкурсах видеороликов вот и сними такой ролик да по итогам используя свой нау а такую же штуку насколько я помню стал юбисофт добавлять свои far cry ну и в целом ну как бы skyrim и все еще существуют да наверняка ты не на всех платформах еще купил skyrim а сейчас он бесплатный теперь будет в твоем xbox или или холодильнике от microsoft тоже мамой значит яндекс такси это он значит отметил что была заготовочка сейчас выдает в эфир значит разные промочки хотя волков я знаю нам с тобой microsoft точно никогда не заплатит microsoft fly симулятор неплохая игра просто хуже л-2 штурма и все что я вам скажу игра поэтому смотри ты определяешься что делать ну как бы вот суть твоей работы не так что знаешь я могу тебе сказать что такое чар я люблю вот знаешь самая бесящая меня фраза которые говорят 90 я люблю работать с людьми чё ты любишь ты пишешь что там будет с этими людьми эти будут писать ты приходишь в 10 утра компьютеру там написано сообщение как какать помогите и вот и вот таких людей у тебя чем больше ты нанял тем больше таких людей помогите мне сделать справку а как пойти к зубному по вашей страховке а как прислать резюме я пришла везде почему мне течение 30 минут не ответили и такой я люблю общаться с людьми он говорит я люблю улучшать коллективы делать их работу лучше мы вообще за развитие человечества за все хорошее против всего плохого вот от этой мысли ты переходишь конкретику и там понимаешь что именно ты делаешь что такое геймдизайн монетизация да например ты там любишь не любишь судя по инди монетизации это делать бы не заниматься бы не хотел хочешь ли ты баланс если хочешь заниматься балансом а как у тебя вообще с математикой а вот тебе дадут первое тестовое да и у нас например есть на разных геймдизайнерах тесты и математические 8 человек из 10 делают не знаю как тебе сказать на начальных классов школы начальные вот у них знания причем они школу закончили вуз закончили геймдизайнерами поработали любые задачи на математику что-то посчитать таким не получится а кому нам давать эту работу да это же геймдизайнерская история если геймдизайн твоей голове это создание миров и такая продумывание концепции аля кодзима но я не знаю куда тут кроме индии пойти нет нет и это путь есть вот тут тоже важно давай же цепились языками это тоже важно потому что мы все время звучим как как будто альтернативы нет есть путь есть ты можешь положить огромное количество своей энергии огромное количество времени построить собственный мощный инструмент и он позволит тебе реализоваться как не знаю как кому как к продюсеру как этот путь есть просто он очень болезненные по пути не кормят вообще соответственно идя в компанию это немножко но путь есть вода попробуем сформулировать что ты готов делать руками вот в течение там не знаю выйдя на работу 1 ноября возможно это выходной но нам сейчас это не важно нам и не сейчас это было неважно всегда что значит делать с руками готов работать вот представь вот смотри если я тянуть у тебя же есть картина если я позову 1 ноября выйди в макдональдс ты же себе представляешь что берешь булку туда кладешь котлету поливаешь кетчупом закрываешь там висят инструкции эту булку положить там разогреть котлету две минуты пожарить вот этим кетчупом полить вот этот соус для этого сдал отдал вот это ты делаешь что ты делаешь користо кассиром на кассе игру в геймдей ты должен понимать также ты вот в берешь так пик 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 потом там счет посчитал деда отдал что ты готов что ты готов и что ты хочешь делать сейчас не когда-то потом в будущем а вот со старта какая тебя польза я думаю вы мне дадите какой-нибудь документ где будет прописано то что исправить баланс за что эти последние тролли защиты щитовика меня но последний бастион до за у нас со щитом и ты приходишь джуном 18-го грим исправь нам у нас тут пять гейм-дизайнеров делали что-то игроки не довольно как-то си это но это это я не знаю что ну игрокам не нравится что ты будешь делать напишем как community-менеджером извините у нас пока не получилось или у нас получилось просто вы пока не разобрались давай еще пофантазируем это волков мотивирует не стоит на кассе на кассе надо зарабатывать деньги ребята если умеете на кассе зарабатывать надо зарабатывать так давайте там за что-то вроде задания например экспресс там например там какой-то бак с освещением на какой-то там локации это ты это ты тестировщик и художник по молниям до одновременно смотри я тебе дам сейчас мудрый совет коротко почему тебе пока не стоит концентрироваться вот на всем на чем ты концентрируешься и как бы схема твоего резюме говорит о том же что от всего по чуть-чуть используй какие-то штуки бесплатные сейчас есть все курсы тренинги лекции и дэвгамов и не только дэвгамов и там со славой уточкина мы делаем еще кто то что то делать много всего даже надо знать английский выбери тему вот конкретную послушай там про все в 10 сфер деятельности в геймдеве моделеры и художники не знаю там левел дизайнеры гейм дизайнеры программисты про всех послушай потрать на это там пару дней неделю выбери одну заковыряйся туда пойми что-то там делаешь начни базовое это осваивать и уже через один-три месяца ты сможешь стучаться в компанию на джун позицию и как бы просить дать те тестовое чтобы показать как ты хорош пока ты звучишь пугающе еще геймдев понимаешь он очень динамично развивается с точки зрения инструментария а ты немножко пренебрежительно к нему относишься тоже плохо так как обучение тебя базовому там какому-то функционалу ну например там у тебя анрел 4 стоит есть unity есть еще что то есть там масса в общем условно говоря практически в любое направление ты придешь там будут свои технологические лидеры вот здесь тоже надо понимать и она не все несложно учиться но компании которые готовы будут тебя учить это будет меньшее количество компаний чем компании которые взяли тебя на работу на женскую позицию если ты как минимум уже интерфейс прокликал везде на это тоже надо понимать и ты должен мне как для меня правильным является если ты выберешь что-то потому что скакать вот это время уже прошло когда ты по технологиям скакал лучше определиться и стать там потому что инструментарий это знаешь как как делать что-то в перчатках которые тебе не по размеру и в маске можно сделать можно но очень но очень неудобно понимаешь и а когда эти перчатки становятся по руке то ты становишься свободен ты уже можешь заниматься только своей деятельностью но все остальное сергей совершенно верно сказал определись и и и в итоге в итоге ты полностью перепишешь вот это вот резюма страшно она перестанет пугать может там мою прожарку над эвгами пересмотреть она есть в ютюбе еще там какие-то общие советы тоже с специализироваться сейчас ты первое стеснялся рассказать во что ты играешь ну просто всегда надо понимать для всех там ты там совсем юный человеку кто-то молодой уже более опытным у нас нет на собеседование там в здесь в игровой форме в живой никого стресса вам со своей стороны тоже надо максимально ну как бы какой-то стресс есть надо максимально пытаться этого стресса и избегать поэтому ну как бы настраивайтесь всегда на беседу вот представьте что сейчас вообще общаетесь онлайн представьте что эта беседа идет не знаю там в кафе вот вы пришли если вам эти люди неприятны даже если это мы с альбертом пошли они нахер ну то есть вам потом странные восприятия людей если вам такие такие тоже могут быть да ну ты представь с этим человеком с ним работать он потом на собеседовании такой а в стрессовой какой-то ситуации кранч или еще чего-то каких-то плохих новостей он же еще хуже станет гипотетически то есть ты сам для себя делаешь эти люди мне не надо ты можешь сам спросить у людей если тебя это напрягает используют этот некий психологический момент расскажи 3 5 своих проектах скажи а вы чего любить ну вот ну просто да без всего это же в плане коммуникации ты находишь общий язык и те стоит стороны сидит не знаю большой опытный процесс бляда я в игры вообще не играет говно я тут бабло зашибаю и ты для себя делаешь выбор надо тебе она или не надо такие люди есть такие люди есть везде в геймдеве процент не играющих людей самый высокий у программистов вот как-то они раньше всего вот делают вот это вот пинс на поправляют говорят мне 25 задачи в программировании настолько интересные сложны что у меня нет времени заниматься этими детскими игрушками тратить время на всякую херню поэтому ты для себя тоже делаешь какие-то истории давай спроси у нас что-то если что-то мы еще не игра и когда ты идешь куда-то собеседоваться на геймдизайнеров это первое что нужно называть потому что если ты хочешь быть геймдизайнером и прешься не от механик ты не хочешь быть геймдизайнер понимаешь вот когда мне говорят хочу быть геймдизайнер мне люди показывают они все время что-то для этого делают понимаешь то есть какие-то тузы то есть что-то мутит потому что это какая-то внутренняя их потребность им нравится разбираться в правилах придумать правила внедрять правила это суть геймдизайна это метод организации поведения давай так скажем дизайн графический это метод организации пространства геймдизайнер организации поведения и ты до мало хотеть сергей правильно сказал у тебя все есть для того чтобы попробовать халявный мир я уже не знаю будет ли он халявный чем он сейчас просто вчера вспоминал на на лекции что там пять лет назад мы говорили нужен английский язык сейчас уже даже английский язык не нужен ничего на русский уже перевели все уже есть все уже есть давай напугали у тебя есть вопрос или выключаем тебя да нет вопросов нет спасибо спасибо что пришел давай удачи тебе то есть я как бы сейчас то есть ближайшее время и не планировал попал уже сейчас но поскольку карьер века сейчас я вот а ты зато через полгода определишься ты будешь сразу видос отправлять а первый был сука я меня вот здесь пацаны вот на посмотри если понравится я готов с тобой собеседование давай михаил удачи тебе спасибо будь здоров счастливым так господин бульверин давай сможешь видео включить ты у нас тут есть добрый видео не смогу у меня камера не работает было начинается все вижу серёга все у нас все как настоящие собеседования мне очень понравилась картинка интернете была там был нарисован спиритический сеанс 19 века все сидят за столом взявшись за руки и говорят вот это приятно у них баблы чата и там все вот как из видеоконференции бабла это комиксы так а про тебя у нас тоже есть да вот пожалуй у нас есть все они лежат но у меня не называются файлы не все по именам и фамилиям а тебе-то чего хотеть кирилл это надо да это очень сложный вопрос каким образом мое резюме имеет хоть какое-то отношение геймдеву но в целом имеет например и удивишься насколько ты в современном и вот собственно потому и прислал потому что я периодически захожу на сайт 1с и не только и поражен и хотел бы это изменить в лучшую сторону ну и не только это в целом интересно и посмотреть как работает это конкретно в геймдеве просто зашел сюда поиздеваться над моим сайтом я понял в том числе в том числе а мне вот кирилл мой главный вопрос смотри ты набит опытом да прям просто ты очень плотно в нем упакован у тебя все возможные кейсы которые можно было пройти с точки зрения хочу что-то делать делаю сделал они все закрыты там есть и удалю в общем все на свете есть ты не подустал от своей деятельности ты программистом устаешься в геймдеве или геймдев привлекает тем что тут можно найти какую-то там вильнуть смежность еще что-то ну но всегда в геймдев по моему приходят те кто хочет не только заниматься конкретно тем что он занимался все все прошлое время но и попробовать себя не знаю там стать стать новым кодзимой в том числе поэтому нефть в первую очередь геймдев интересен тем что посмотреть как конкретно разрабатываются игры изнутри как это происходит насколько это отличается от разработки в целом и может быть когда-нибудь попробуйте реализовывать какие-то свои идеи набравшись опыта на примере но все равно мне важно я продолжу эту историю прежде всего вот если говорить что ты завтра заходишь геймдев то прежде всего ты заходишь завтра в геймдев как программист вот с тем бэк ну как бы опытом да со всем этим скарбом которые у тебя есть потому что я к чему эти вопросы задают ты готовый программист ну то есть да там есть какие-то нюансы связанные с тем что в новое место приходите новые это но ты востребован вот я что хочу сказать вот с точки зрения диме естественно потому что ну как мне кажется я так буду наиболее полезен а к чему хочешь куда то есть куда-то тебя будет заворачивать ну то есть окей все зацепился устроился работаешь у тебя все получается потому что и до этого все получалось дальше что дальше даже сложно наверное сказать дальше надо смотреть потому что я точно не знаю как это все будет развиваться может быть и и останусь программистом может быть а может быть это кто мне просто интересно кого ты видишь вот к чему не факт что так будет но кого-то там продюсером хочется лики святых какие вокруг продюсером наверное нет это большая геморрой потому что продюсер по сути это такой небольшой руководитель всего и у меня есть и такой опыт ну по всякому я тебя убеждаю конечно это же самое ну ладно не продюсером что рядом было бы интересно позаниматься конкретно геймплеем потому что это очень это очень интересно конкретно разбирать как работает геймплейные циклы каких оптимизировать и так далее у меня правда не сильно другали по поводу математики и так далее что да это большая проблема особенно когда приходится добираться до каких-то серьезных алгоритмов и если выкликаешь на из гугла оттырить формулы и рассказывать гугл во всем подскажет но это потребуется время и если ты до этого с алгоритмами особо никогда не работал толком серьезными алгоритмами то потребует много времени требуется посидеть поразбираться что вы в чате все ворчите можно внизу фулл скрин просто понимаешь вот этот вот геймплей ты сейчас вполне конкретно когда ты сказал циклы ты вполне конкретную область затронул просто она во многом аналитическая понимаешь то есть там в этой области которую ты назвал идея реализация оперирования статистические данные аналитические выводы и назад замыкаем в идею как в трансформацию это все абсолютно разные шаги в них вовлечены абсолютно разные люди в принципе программистский бэкграунд здесь везде полезен на всяком случае пока еще почти в любой профессии он полезен а что у тебя с точки зрения например там если мы разберем какие-то твои хобби увлечения или успехи в смежных областях не связанных с программированием маркетинг наверное я допустим на гараж 48 был как-то не куратором как правильно сказать ментором по маркетингу это гараж 48 это как гейм как геймс джем только для стартапов самых разных тематик соответственно помогал командам определиться вообще как они собираются работать как они собираются монетизировать это добро какая у них модель вообще взаимодействия с клиентами что они планируют продавать как продавать на что они будут жить в то время когда они будут разрабатывать свои первые версии продукта как они планируют взаимодействовать действовать, допустим, с инвесторами, нужны ли им инвесторы в целом, так далее и тому подобное. А нравилось? Да, любопытно. Ну, в целом ничего особо неожиданного, никто нихрена не понимает, как он собирается жить и так далее, и ожидает, что вот я получу бабло, а дальше там как-нибудь будет. А что я буду с этим баблом делать, и что я буду делать, если этого бабла, кажется, сильно много, слишком много, и в общем-то, по сути... Она же так не совсем работает, и это для многих оказывается открытием, что инвестируют, не дают тебе денежку, что вот на мальчик, сделай с этим что-нибудь. У тебя есть компания, тебе дают мне бабло, а если ты с этим не справился, тебе туда нахрен выкинут. Так, я понял. Давай вот так, с другой стороны я зайду. Что у тебя с перфекционизмом и с проблематикой несовершенности мира? Потому что от программиста тебе вполне могла такая гемофилия достаться, а с вот этой второй твоей половиной она может быть не очень совместима. Ну, скажем так, у меня перфекционизм купируется лентяйством, лентяйством, поэтому надо сделать рабочую версию, которая будет работать хоть как-нибудь, но будет, а потом, если что, уже допиливать и так далее. То есть я готов жить с тем, что она будет работать через задницу, но главное, что она будет работать и будет от чего отталкиваться, а не лелеет свой идеал, который не будет, не готов никогда. Ну, ты сейчас жахаешь елей, это потому что ты опытный, да? Тут понятное дело, что все, что ты говоришь, совершенно верно, под этим всем можно подписаться. Жахни елею! Можно подписаться. К чему я задал этот вопрос? Потому что вот эта вот сторона игровой аналитики, давай так ее назовем, где живет, в основном живут вот эти циклы поведенческие, какие-то механики и все остальное, она очень хаотичная. И там много программирования, но она при этом очень хаотичная. И если ты хаотичный программист, то тебе этот переход нормально отдастся. Ты будешь просто отбирать у ребят какие-то небольшие куски, которые тебе нравятся самому написать, кодом, и ты будешь доволен. Отбирайте других хлеб. Нет, хлеб-то он распределяет, куски кода будет отбирать, которые ты там будешь сам себе писать и будешь этим всем доволен. Но в остальном ты будешь контролировать, ну, как ты рассказывал, золото, работу других. И она будет в основном несовершенна. И все ты переписать за них не сможешь. Я не буду ничего за них переписывать. Если я работаю с какими-то людьми, их задача – это их задача. Я не буду ее отбирать просто потому, что вот я считаю, что вот я сделаю круче. А я к тебе приду. Может быть, я сделаю круче, но бляхомуха, я один, а их много. Ну, это логинь. Не, ну, это мудрость тебе говорит. Все, мне все понятно. Ну, у меня вот на данную секунду беседы сложилось мнение, что, в принципе, вот это вот направление, о котором ты говоришь, в данный момент практически любая система, которой ты можешь повесить тег-сервис, она обладает емкостью для твоих знаний. То, что ты к этим своим знаниям, работая с этими системой, приложишь адекватное восприятие маркетинговой стороны, ну, это просто делает тебя существенно более удобным, приятным коллегой. Ты обратно переливаешь елей, что ли, сейчас? Я возвращаю. У вас переливка елея происходит? Давайте более конкретный вопрос. Вот резюме мы видим, я его увеличил для всех, для нашей очень, блядь, такой требовательной аудитории, которая не умеет сама скроллить. Как ты это будешь делать с техническим набором своих скиллов? Сайт ты делал для одного из гостей после титров Алексея, молодец. Климова мы тоже, наверное, когда-нибудь услышим, увидим. Но PHP, jQuery и все остальное, это же сайты. Безусловно, твое резюме выделяется в то, что я дважды вижу слово 1С. Это, конечно, большой-большой плюс для любого резюме, но ты говоришь, что про логику, про еще что-то, его по хп-то не напишешь. Не сильно большая проблема с хоть какой-то язык программирования. Я знаю 4 или 5 языков. И, в принципе, знаешь один, легко изучишь и другие. Да, на какой ты готов? Какой тебе интересен? Котлин, наверное. Но, в принципе, особой разницы нет. Тот, который требуется для задачи, потому что для разных задач более подходит под разные задачи разный язык? Ну, обычно требуется достаточно все банально. Говорят, нам нужен сейчас Unity-программист, Unreal-программист, который выпустил... На Unreal обычно требования скромные. Просят 2-3 успешных ААА-проекта, запущенных уже, чтобы у тебя был опыт, чтобы ты сделал, там, не знаю, GTA, что он там, Человек-паук. Нет. Хотя бы для начала. Ну, это... Что там попроще у тебя? То, те скиллы, которые у него перечислены, и то, где живут вот эти самые лупы, оно ни к Unreal, ни к Unity чаще всего отношения не имеет. Это абсолютно сторонний софт. Редко, когда сотрудничество с издателем помогает, и издатель тебе способен какие-то части такого софта предоставить, но в основном в сервисных моделях каждая компания решает пока этот вопрос самостоятельно. Ну, там общие решения попадаются, какие-нибудь кавки, шмавки там, все на свете, но... Кавка – это писатель, Альберт. Даже это я знаю. Перестань позовернуться. Вот. И поэтому у него тут норм все. В смысле он в ту сторону. Ему ни Unity, ни Unreal. Ну, вернее, они ему нужны только, если бы он был, шел бы непосредственно в разработку. А поскольку он в сервис, вот этот маркетинг, ну, вполне он. Не дал мне, да, завалить кандидата? Ну, я припомню тебя. Так. Какие будем задавать еще коварные вопросы? Коварные вопросы, обычно, которые люди не любят. То, что Альберт обещал, давай разберем с точки зрения Киевского университета. Гражданство у тебя украинское, живешь ты, наверное, на Украине. Сейчас, да. Сейчас на Украине, но жил не только на Украине. А где жил и где хочешь жить? Жил еще. Давайте представим сейчас, ну, вот, кто-то любит Гарри Поттер, кто-то Властелина колец, люди разные любят. Давайте представим, что правда можно выбрать страну, где жить. Что вы можете сесть на самолет и улететь. Это допущение фантастическое, но вот представим, что такое возможно. Ну, мне в Риге понравилось. Некоторое время по Прибалтике путешествовал, и в Риге мне очень понравилось. В Риге хотел бы. Жил полтора года во Вьетнаме. Во Вьетнаме мне очень не понравилось и больше я в Азии не хочу ни под каким соусом. Так еще в Калининграде жил. В Калининграде классно. Ну, а так в основном на Украине, да. Гражданство у тебя, соответственно, украинское, и с тобой русским компаниям предстоит большой круг мучений. Ну, не сильно большой. В принципе, ну, как? Я знаю, что у некоторых с людьми, с которыми я по фрилансу работал, что им в какие-то годы приходили какие-то обращения, сообщения, типа, давайте пообщаемся. Но это было давно. Это лет пять назад было. У тебя, соответственно, никаких предвзятых историй к каким-либо странам, ничего такого нет? Нет, никаких проблем. Потому что я помню времена, на каком-то из заступлений я вспоминал, у нас была прекрасная эпоха, когда мы начали работать с помощью Ubisoft, в агентстве тогда и был. Случился прекрасный 2014 год, и мои рекрутеры писали, здравствуйте, вы разживете там в Харькове, в Киеве, еще приезжайте к нам работать в Москву. И в ответ нам приходил отборный, но Google переводчик переводил нам эти слова, но это было очень странно. 14-15 год запомнился, потом как-то поутихло, но мы иногда поступали в сообщении, что именно мы что-то там делаем нехорошее, мы удивлялись, мы старались ничего плохого не делать. Окей, так, что еще бы нам такого у тебя гадкого спросить? Про тебя понятно, то, что ты работал с Аленой Владимирской, это, конечно, ты уже никогда не отмоешься, еще и пишешь об этом. Позорь. Да, это все, это клеймо, я понял. Это, конечно, просто ужасно. А что с тобой делать? Вот ты говоришь, что можно все это выучить, это, конечно, кого-то радует, кого-то отпугивает из заказчиков, принимающих решения. А что делать с тобой с тем, что ты SEO и как быть вот с этим? То есть ты что-то просто для денег зарабатываешь и когда, не знаю, найдешь работу, тебе это будет не надо или это хобби или это там в свободное время, когда ты закончил работать, тебе делать нечего, у тебя столько детей, что ты садишься обратно работать. Как это происходит? Ну, первое, по GoodSell'у сейчас это, считай, что его и нету, то есть я так, его в Вьетнаме открыл компанию. У тебя там два SEO, у тебя там столько бизнесов, у Альберта меньше, мне кажется. Он красит на заказ танки, он делает калибр и он ведет подкасты. И деньги... У Альберта уже больше. Три бизнеса у него, видишь, но так как денег он зарабатывает только с одного из них, я помню, какой палец был про калибр, но сделаем вид, что вот этот, а то будет неприлично. Так. По GoodSell'у сейчас в вяло текущем состоянии, потому что я несколько лет назад разогнал нафиг офис и это все закончилось. По Alify'у это, ну, по сути, как фриланс сейчас работает. Ни во что серьезно не выросло. То есть тебе нужна полноценная работа на полный день и ты вот ищешь именно ее и ничего другого делать не будешь? Или у тебя твои проекты всегда стоят? Если это потребуется, то да. Нет, я про твои хотелки. Ты хочешь как? Что-то с чем-то совмещать или тебе нужна работа и все, другие занятости у тебя нет и не будет. Не, ну какие-то педпроджекты в любом случае будут. Какой программист без педпроджектов? Люди разные бывают. Альберт, у меня же психанул вышел. Альберт, возвращайся к нам. Секундочку. Что, ты тоже нас покидаешь? Не, у меня отвалился звук. Сейчас все, уже на связи. Ну хорошо. Соответственно, основной критерий при выборе это у тебя будет какой? Просто геймдев или для тебя является что-то основополагающим? Мне интересен конкретно геймдев, как я говорил, посмотреть, как у вас все работает, как все устроено, насколько отличается от других сфер, потому что все-таки геймдев приходят люди, которые хотят заниматься конкретно геймдевом, а не просто нарубить бабла. Потому что, если бы я хотел просто нарубить бабла, то... Ну, геймдев разный. Ну, Достоевский еще писал, ты хочешь нарубить бабла. Геймдев разный и уже есть вот тот геймдев, который тоже помню себе про бабло. Например, крупные компании, ну, твоя роль в продукте там не очень высокая, зато зарплату стабильная, задачи понятны, и руководители известны. То есть геймдев тут романтизировать тоже не надо. Он есть и тот, о котором ты говоришь, абсолютно рок-н-ролльный, а есть и как бы вполне себе карьерный и нормальный. И это то, что я хотел тебя разочаровать, может быть, немного тем, что если оторвать креативную составляющую от... Вот оставить только техническую, то ты, в общем-то, не найдешь разницы, работаешь ты в геймдеве или в какой-нибудь сервисной системе доставки еды. Потому что клиентская часть и там, и там абсолютно одинаковая. И там, и там кастомер-пользователь, и там, и там как бы какая-то его деятельность, совершение покупки, статистика, аналитика. В общем, целый миллион видов деятельности ничем от геймдева технически не отличаются. То есть у тебя останется только твое собственное ощущение, что вот а это геймдев. Это тоже все-таки отличается. Потому что, честно говоря, я не скажу, что я знаю много компаний, которые, знаете, я работал в банке, а потом решил сделать свой банк. Ну, это потому что технически сложнее. Тут тоже не забывай, что вообще и в играх-то сейчас уже не так. Это есть движение, целое направление, целый пласт, который, вот, да, принято называть инди, там примерно так. Но если мы говорим про игры, ну, которые большая часть населения земли воспринимает, да, как там видеоигры, то именно так там все. Нет, на самом деле, ну, смотрите, просто для, там, у Кирилла много опыта, есть люди там с меньшим опытом, если смотрят или будут смотреть, просто надо понимать, что компания компаний и проект проекту рознь. Просто где-то это драйв веселья, креатив всей командой, а где-то выстроенные процессы, проект на рельсах, от тебя требуется выполнение вот этих обязанностей, а других не требуется. И, соответственно, переход туда от того, что это геймдев, ничего не изменит. Это можно выбрать разные сферы, но единственное, там, не знаю, какие-то вот художники, они есть только в геймдеве. Для HR может быть точно такие же процессы и процедуры. Если ты приходишь, там, не знаю, ко мне новым HR, то вот я тебе скажу, что делать, твоя зона ответственности будет на входе, я не знаю, рекрутмент, мне надо столько-то резюме, столько-то собеседований, чтобы вакансии закрывались за столько-то недель. Если тебе в голове внутри важно, что ты это в геймдев, то это да, но как бы суть работы не изменится. Потому что, Кирилл, ты понимаешь эти вещи базово, но вот кто-то... Ну, я так, поскольку мы в эфире... Альберт, смотри, Лерика у нас написала комментарий, она неорганизатор. Обрати внимание, Лерика неорганизатор, я не видел в жизни такого. Это шифруется. Но, Лерик, я тебе скажу, если ты прячешься, сними ушки. Да, по ушкам мы тебя видим. Так что, отпускаем, Кирилл, или будем еще какие-то умные вещи ему говорить? Я готов ему на какие-то вопросы ответить, если они у него есть, потому что мне его особо учить нечего. У меня есть вопрос, Альберт, когда в России снимут меры по коронавирусу? Без понятия. Спасибо. Он будет... Лучше, сильно лучше в ближайшее время не будет. Я, во всяком случае, уже смирился. Могу ли я какой-то вопрос тебе ответить? В принципе, я перерегулярно хожу к вам на... Мы знаем. Я вопросы ответам и не только вопросы. Так что, в принципе, все. Давай. Были рады тебя слышать. Я скажу, что сходи, посмотри, ГТЦ периодически можно выходить. Я выключаю Кирилла и добавляю Иру. Сейчас будем надеяться, что она к нам присоединится, будет целая девочка. С девочками всегда веселее. И мы проверим, правда ли пишут про нас на ДТФ и правда ли плачут девочки на собеседовании? Или все это сексистская чушь? Только если хотят, я думаю. Если она пришла поплакать, то я думаю... Если сильная независимая хочет плакать, она заплачет, так я думаю, да? Пришла, да, то и все. Здравствуйте. А что, видео тоже нет, надо опять верить фотографии? Вы знаете, лучше вам не видеть обстоятельства, в которых я присоединюсь. Нет, 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 давайте сделаем настоящие собеседования. Вот я свой кабинет всем показываю, да, вот смотрите, кошачий этот, кормушка, вот здесь кошачий лоток находится, вот здесь детское питание, звезда смерти из Лего, я ничего не скрываю, вот здесь книга Романа Папсуева новая стоит. Не надо стесняться. Это вот HR-директор большой компании, это его кабинет, а все остальное пространство занимают дети, поэтому я вот на балконе ючусь, как могу. Что уж тут, покажи. А мне как бы стыдно не поэтому, мне как бы стыдно, потому что я одной рукой у компьютера, второй чищу картошку мужу на руку. Круто. Вообще, вот это... Мои руки не видишь, понимаешь, они у меня прибыли, поэтому вообще не парься. Только вы хотите вот на это посмотреть? Мы хотим на это посмотреть. Если картошка идет к тебе в придачу, мы готовы на картошку. И к тому же тебе будет очень легко отвечать волку на вопрос, что ты собираешься делать руками. Если что, то как минимум один хардскил у тебя есть. Давайте поставим пространство для воображения. Я же все-таки нарративщик. Вот сейчас молодец, вот сейчас хорошо зашла, вот сейчас было хорошо. Это было и весело, и правда. Какие-то элементы с телефона, по-моему, это были, конечно, давайте оставим пространство. Давай, нарративщики, нарративщики твои любимые. Она не хочет слушать, может, она послушает чат. Давайте как-то заспаем ее фактом того, что, может быть, когда она уберет картошку, она хоть на секунду себя нам покажет, потому что очень однобокая. Никита нам обещал опрос. Давай сейчас опрос создать. Опрос, немедленно. Заодно, конечно, проверим, как в ПАИНе работают опросы. Так, показать картошку. Это политический вопрос, считается ли это нормальный? Сейчас, сейчас осторожи, просто напиши клубни. Сформулируйте, пожалуйста, что вы хотите. Мое главное желание сейчас это перейти с работы на телевидении в работу в геймдеп. И перейти не частично, как я это сделала полгода назад, а на постоянно. Что такое частично было? Частично это было полгода сотрудничества. Вот. Но полгода это мало. Я хочу еще. Что сотрудничали, что делали? Что-что? Что сотрудничали, что делали, что успели поделать из гейм-дела к телевидению сейчас? Вот так. Я была нарративным дизайнером в компании For Friends. Успела перевыпустить две игры Hidden Object, которые у них были сделаны раньше, поработать над бэксторией новой игры некоторыми персонажами и, к сожалению, только одной главой, но это вопрос не столько ко мне, сколько к тому, что было очень-очень-очень много драфтов. Было очень много драфтов. Это же все, ну, логично. Меньше их и не будет. С кем работали? Как была устроена система взаимодействия? Вот как называлась позиция? С кем взаимодействовали на короткое, ну, то есть коротко-периодически были взаимодействия, с кем длинно-периодически? Угу. Угу. Ну, позиция в трудовой называлась как-то очень странно согласно нашему экзоту. Это что-то там мастер создания мультимедийных объектов, но по внутреннему мануалу это нарративный дизайнер. Окей. Прямое сотрудничество с лидом отдела. Вот. И несколькими сотрудниками, плюс программистами, для которых мы писали ключи, условия вывода, плюс гейм-дизайнера, с которым... Вот это ключи, ключи и условия вывода, это скриптовая деятельность какая-то? Нет, нет, нет. Это что-то вроде вот здесь мы возьмем газовую дарелку, здесь мы возьмем биту, и вот название объектов, где они находятся все ключами, схема геймплея, в которой это все нарисовано, тоже немножко с ней работали, прописывали, и главное, это условия вывода ВБТ, текстов, диалогов, вот всего этого. Ага, ты несколько раз в множественном числе сказала, мы делали, мы работали. Ты конкретно что делала? Вот если... Я что-то делала, просто я имею в виду, что все мои сотрудники делали уже работу. Окей. Все, здесь мною ответ получен. Взаимодействовала через кого, как? То есть, как был устроен рабочий процесс? Рабочий процесс был устроен следующим образом, что я получала ТЗ от непосредственного своего лида. Это лид, нарративный дизайнер, то есть, у вас нарративных дизайнеров было несколько. У нас был лид нарративного отдела, да, и три нарративных дизайнера. Вот, лид спускал нам задачу, мы ее выполняли, отправляли на проверку, получали... Материться можно в эфире? У нас, да, я не знаю, про девку, мы валяли. Получали по шапке. Воу, воу, но по шапке ты не стоила. Опасно, опасно. Исправляли, потом обратно отправляли, ну, в общем, так раз 10, потом, в конце концов, отправляли на проверку продюсеру, когда получали добро, тогда приходил черед следующего ТЗ. И вот таким образом мы работали. А конечным результатом деятельности была информация каким-либо образом упакованная? Нет, вот именно твоей деятельности. Не понятно, что конечная деятельность игры это билд, а вот от тебя уходило в текстовом формате и в каком формате? Ну, во всех. Если мы говорим именно о сценарных моментах, то в текстовом формате, если мы говорим о условиях вывода, ну, тоже в текстовом нов Excel, если мы говорим о ключах и расположении как level design мы немножко делали, то это в виде таблицы уходило. Никакого больше не было или какой-то специфики такой софт, потому что Excel, ну, понятно, это общий софт там. Какой-то специфический софт был? Плюс чарт. из что? Люсит чарт. О, я не знаю. Чарт какой-то. Видимо, торговля акциями. Ну, не важно, важно, чтобы важно, что он был. Все понял. Все понял. А откуда взялся геймдев-то в твоей жизни? Было все хорошо же. Сериалы, пьесы, книги. Все было здорово. Нет, собственно, наоборот. Я хотела геймдев изначально, еще с периода университета, но... С 2005-го еще. Да, было, во-первых, очень мало вакансий тогда, в принципе, а во-вторых, у меня ноутбук появился довольно поздно, собственный, и когда он появился, я уже была по уши в работе и в зарабатывании денег на поддержание штанов. И когда я осмотрелась и поняла, что время-то проходит, а хочется заниматься тем, чем хочется, вот это было не так уж и давно. Жизнь-то идет и проходит. Интересно. Грустные истории. Ну, да. И к тому же я понимаю, что будущее реально за геймдевом, тем более, что даже сериалы переходят в интерактив. Ты же понимаешь, что это будущее, скорее всего, несоизмеримое с теми возможностями или потребностями, до которых мы можем дотянуться. То есть это некая абстракция. У нас же с тобой активно это время работы, оно вот сейчас примерно, ну, плюс-минус, сколько, 5-10 лет, да? Абонир, ну что, умрем? Через 10 лет. Ну, просто уже будет тяжело так впахивать, как надо впахивать, чтобы отставить сейчас свет в геймдеве. Поэтому... Ну, смотри, на самом деле я не согласна, потому что, если мы говорим именно о нарративе... По звуку муж пришел. Или это у тебя... Чем старше, тем лучше, как вино. Чем как вино мы лучше становимся. Ну, именно нарративщики. Не-не, я сейчас не про... Не-не, я сейчас не про глубину твоего внутреннего мира. Она-то понятна. Чем больше, тем больше туда всего по пути запихивают. А я про твою способность, как, ну, как сказать, физическую, вот, физическую способность работать, посвящать этому много времени, много эмоций, много энергии. Вот. А вы знаете, что Джордж Мартин сейчас игру пишет компьютерную с японцами? Я знаю, что... Я не знаю никого, кто бы не писал сейчас... Я знаю, что Джордж Мартин пишет новый том «Игре престолов» в последние 15 лет. А он так медленно пишет, потому что пишет игру. Во всем геймдеве, ну ладно, все. Пишет игру. А давай про геймдеву. У меня есть конкретно какой проект мечты ты хотела бы делать? Вот что это для тебя? Ну, наверное, вам это сейчас прозвучит смешно, но первое, о чем я думала, это интерактивные новеллы. Просто потому, что это ближе всего к тому, что я делала на ТВ и книге. Это самое простое. Ну, тебе для этого нужен один художник и полпрограммиста. И можно, в принципе, запускать. А что еще? Что-что? Один художник и полпрограммиста. Игра готова. Да, но я же не организатор процесса. А, нужен продюсер. Да. Алексей Давыдов для этого существует. Как раз обитающий в Риге, он приходит и организовывает процесс. То есть это, в принципе, вот эта твоя мотивация в геймдеве. Пойти и сделать крутую визуальную новеллу. Нет, конечно, но это одно из того, чем бы я с удовольствием занималась. Второе, это мне, конечно, очень нравятся игры. Игры вроде Сталкера, вроде Метро, вроде вот этих нарративных шутеров. Захар Бочаров, если ты нас смотришь в записи или еще, вот кандидат для тебя, пожалуйста, рассмотри. А вы меня уже не рассмотрели. Мы Сталкера не делаем. Мы Калибр, у нас все проще. У нас описание автомата, если только написать. Нет нарратива, нет проблем. Там же в любом случае есть квасты. Чего там? Ну, квасты в любом случае есть. Ну, квасты в Калибре это немножко меньше текста, чем в визуальной новелле просто. Чуть-чуть. Просто, Ирина, пока ты довольно странно звучишь. Значит, в чем заключается странность звучания? Ты говоришь, что ты хочешь с неинтересного перейти в интересное, но когда мы пытаемся узнать, что там такого интересного, выясняется, что, в принципе, там то же самое, что ты делал на неинтересном месте. И тогда в чем профит? Смотрите, тут нужно идти от обратного. Что мне не нравится на ТВ? И что мне нравится в геймдеве? Давай, мочи. Мочи ТВ у нас можно. Ну, в общем, главное, наверное, что мне не нравится в работе с телевидением, это то, что абсолютная необязательность, что невозможно допустить в IT и в геймдеве. Потому что есть сроки, есть четкое понимание задач, есть иерархия. Та самая смешная штука, которую ты обещала сказать. Я тебе говорю больше. Я же не говорю, что буду выражать. И обязательность, которую абсолютно невозможно допустить в геймдеве. Я прям... Все люди у нас в геймдеве ответственные, обязательные, все делают срок. У нас в игровой индустрии даже переносов, релизов игры не бывает. Никогда. Никогда. Как гиберфанк обещали 19 октября, так он и выйдет 19 октября. Ой, ноября. Нет, ну смотрите, у вас наверняка, не наверняка, скорее всего, геймдизайнер не уйдет в запой. Самый ответственный момент. Этот нет, но лид-программист запросто. Я тебе сейчас к чему, к чему вы посмеялись. Одна из тем, которая стоила, мне кажется, с тобой покачать, это факт того, что индустриально никаких отличий. Вообще никаких отличий. Как, в общем, из кино. У нас большая часть процессов, там, где нет съемок на натуре, там, где нет всех съемочных штук, у нас это заменяется движками и программированием. Все остальное абсолютно идентично. И люди те же. И приходят к нам из кино, из телевидения, и от нас уходят в кино и телевидение. Поэтому здесь разницы никакой не увидишь. И это, к сожалению, индустриальное, потому что реальная способность людей оценивать сроки в творческих задачах стремится к мулю. Поэтому что на телевидении, что в геймдиве, мы неизбежно хотим больше, чем можем сделать и практически не способны посчитать, если, конечно, мы не делаем сиквел, чего-либо, и у нас нету четко записанной последовательности действий. Поэтому этот бонус давай отбросим. Здесь есть компании, у которых адский бардак, и они делают отличные игры. Здесь есть компании, у которых концлагерь, просто по-другому не назовешь из процессов, и они делают отвратительные игры. И наоборот. То есть здесь все очень сильно зависит. Да, извините, что ты любила. Есть еще один момент. Этот момент, наверное, это почасовая оплата. Как достоинство или как недостаток? В смысле, почасовая была? Это достоинство. Однозначное достоинство. А где, извини, у нас почасовая оплата? Ну, во всяком случае, везде, где я работала, есть почасовая оплата. Это я имею в виду IT и GAMDEV. Нигде. Пока во всех моих проектах или компаниях сделка существует только там, где фриланс. Если ты работаешь по фрилансу или там как-то вот так, то она будет почасовая. Если ты сотрудник, то ты сотрудник. Это не относится к GAMDEV. Или, если ты штатный нарративный дизайнер тому слову, или там еще как-то тебя называют. Ну, ты вот штатный, у тебя есть оклад. У тебя возможно... Ну, оклад просчитан от количества часов в месяц или в неделю. Ну, слушай, ну, смотри, в чем тут мне надо тогда понять? Для тебя тогда странный выбор GAMDEV. Как бы ты вот недавно, буквально 10 минут 15 назад мы с тобой говорили, что GAMDEV это прям такой что-то более современное, чем все остальное, за ним будущее. И тут же мы с тобой скатываемся, что нужно регламентировать количество часов. Я объясню. Я вполне могу объяснить. Потому что, когда ты пишешь, например, сценарий для телевидения, тебе идет оплата за сценарий, независимо от того, сколько времени ты над ним работаешь. Это может быть месяц, два, три, оплата от этого не меняется. но это зависит не от тебя, сколько ты над ним работаешь, а от того, что, например, продюсер знает, что в любом случае он мне заплатит больше, и он может безнаказанно тебя гонять хвост и гриву сколько захочет. мне тут непонятна его потребность. допустим, я просто к тому, что здесь очень тяжело, мне тяжело тебе как бы здесь что-то ответить, потому что в геймдиве в принципе настолько более высокие риски, что у нас о такой роскоши, как вот такое вот самоуверенное говорение, когда, что и как будет, оно обычно печально заканчивается, то есть, условно говоря, в геймдиве ты будешь, ну, то есть, ладно, сейчас я по-другому сформулирую, а что лучше, вот такая вот ситуация, как на телевидении, когда тебя там что-то гоняют, но ты получишь деньги, или если ты сделаешь четыре сценария к играм, которые никогда не выйдут? Смотрите, для меня всегда предпочтительнее там, где больше ответственность, которую ощущают все участники процесса. Высокие риски ответственности. которую ты понимаешь, это очень хорошо для меня лично, потому что, например, чисто на нашем ТВ выпустить плохой продукт и не париться об этом, это норма. Да и так же все и у нас, просто у нас за это не заплатят, на ТВ есть эфирная сетка, там есть реклама, это я понимаю, почему телеканалы все так ведут, но говно выпускать в играх, это абсолютно нормально, у нас его массу делают, выпускают, никакой разницы. А вы сейчас хотите меня отговорить? Естественно, это моя единственная потому что все лезут в ГМД, как будто он резиновый, ты же понимаешь, что чем больше я народу отговорю, тем более упорные пройдут, тем выше будет качество. Ну вы как-то евреи, которые Гоев отговаривают не переходить евреям. Три раза, все верно, три раза. Три раза, да. Все верно. Нет, не получится, я хочу в Генгрии. Не хочу, я хочу понять, куда быть, то есть вот куда быть, если представить, что я великий сортировщик, да, это что-то там вот, я не знаю, в какой-то мифологии, да, что я великий сортировщик, и мне вот попала своя карточка, и мне ее надо куда-то положить, я пока не понимаю, куда, потому что несколько противоречивые сигналы от тебя придут. Сделать тебе классно, я понимаю, как может Генгриев, если тебе нравится нарратив, если ты ответственная, ты рано или поздно найдешь команду таких же единомышленников, таких же ответственных, все остальное, все будет классно, но там может не быть денег, да, но при этом будет вот все, как ты сейчас называешь. И может быть абсолютно обратная ситуация, при которой ты будешь довольна тем, что с тобой четкие, регламентированные отношения, никакая паскуда не способна там как-то над тобой издеваться, все абсолютно вовремя, деньги и все остальное, но нарратива в этом не то чтобы много, вот примерно как Hidden Objects, только ты бы сделала 10, 12, 13 таких игр. И мне важно это понять сейчас, чтобы быть полезным. Скажем так, я готова сперва работать на менее творческих проектов для того, чтобы очень хорошо набить руку и глаз. Но в будущем, конечно, хочется очень сюжетный, хороший, желательно, narrative drive замучает Assimic� and Trivetous Theory. Ну, это путь, да, этот путь возможен, тебе его придется пройти. Просто тогда, получается, судя по тому, как я тебя слышу, тебе обязательно нужно стремиться попасть все-таки в относительно крупную компанию с опытом, потому что если ты попадешь в Инди, то драйв ты там получишь, но скорее всего ты там будешь чувствовать тот же негатив, который вот ты принесла сейчас с телевидения, да, потому что он там будет такой же. И еще и ребята будут иногда друг на друга как бы цапаться, типа там, а ты сам что не сделал, что ты мне указываешь, потому что там субординации нет. Поэтому, наверное, я бы все-таки рекомендовал стараться в крупную компанию, но быть при этом готовый этот путь идти какое-то время. Плюс мне не очень понятно, как тебе расти, потому что ты опять сейчас для меня две вещи в одну смешиваешь. С одной стороны, у тебя творческий посыл, да, и я тебя расстрою, творческие, ну, вот эта творческая мышца, она не развивается. Ты или талантлива, или нет. Вопрос только в том, где ты и в чем талантлива, и ты будешь искать, пока ты не найдешь эту точку. Потому что если не талантлива, то тут не, ну, как бы читать хорошие книжки не делает тебя хорошим писателем. Вот. Оно может немножко полирнуть, если ты хороший уже писатель, то это полирнет и обогатит твой опыт. Вот. Соответственно, и поэтому куда тебе расти в этом творчестве? Некуда. То есть ты должна просто стать частью, возможно, какого-то крутого проекта и таким образом, ну, реализоваться. Да, это или получится, или не получится, здесь ничего сказать нельзя. А вторая часть к тебе, она довольно прагматичная. И как там расти, я понимаю. Потому что там есть, например, логика роста внутрикорпоративного, ну, некого карьерного. Ты, например, можешь выдвинуться на лидирующую роль, потом на руководящую позицию, а потом там что-то посмотреть. Но во всех этих перечисленных мной должностях практически не будет нарратива. Он будет рядом. Рядом с тобой будут люди, которые это будут делать. Какие-то кусочки ты будешь делать сама, но в основном нет. И чаще всего ты не сможешь влиять на общее направление развития концепции. Это будут принимать другие люди. Ты будешь находиться в предлагаемых обстоятельствах и только изнутри предлагаемых обстоятельств. Ну, как это? Творить. Давай так это надо. Да, я поняла. Вот это такое. Пока вот из беседы с тобой, Ирин, вот такой у меня такая дихотомия, что вот тебе надо определиться, какая из сущностей в тебе все-таки творческая. Творческая. А вот теперь я хочу делать, что у нас там есть? King's Bounty, Atomic Heart, Stalker 2, Kingmaker у Mail.ru, да? Тебе говорят, круто. А навыков у тебя, ну, ты делал монетизацию с лутбоксами. Молодец, мы-то здесь при чем? С любым дизайном происходит то же самое. То есть есть там всегдашкий запрос от мобильных ребят, которые делают hidden objects. Да, там есть своя подача истории. Если Маша Качакова, верите, ее читают 5% людей из аудитории, какой-то части из этих 5% она очень нравится. Что, мне кажется, 5% от завышенной. Ну, я не играл, не берусь судить. Да, кто-то читает окошко, когда в героях третьих написан какой-то текст, кто-то опытный игрок нажимает ОК, ему на срочек. Люди разные бывают. Соответственно, это просто сильно разные карьерные пути. То есть ты учишься писать квесты к маленьким мобильным или большим мобильным или еще чему-то, это немножко одна подача. Нарративный дизайн, как подача вообще всей истории, как на вершине скалы поставить фонарь с зонтиком, чтобы, увидев эту картинку, произошла история в голове игрока. Другая история, требующая определенного жанра и немножко других скиллов. Да даже тут нет такого запроса. Ты же понимаешь, что если я трачу такие колоссальные ресурсы, которые нужны, чтобы это произвести, я это и сделаю. Мне не нужен здесь, мне не нужно помогать тратить денег. Они тоже сделают. У него голова-то в эту сторону тоже работает, ему это тоже интересно. Я имею в виду, что вот эта мякотка, о которой ты говоришь, вот это вот осенять и делать великое, там очередь стоит. Из тех, кто хотел бы, чтобы его идея, его видение, оно попало. В год Голливуд производит, не знаю сколько, ну миллион сценариев, да, и есть 10 фильмов. Здесь абсолютно то же самое. Вот это право высказываться с более-менее высокой трибуны, а высота трибуны зависит от того, сколько просто пачек денег под нее подложено. Это право, которое, ну, его мало, давай так скажем. В основном нарративщики в данный момент в геймдеве это, ну, почти как скриптовики. То есть ты даешь нейминг, ну, ты поработала, зачем я тут лишнее рассказывать. Это вот то, как ты поработала, оно примерно так и есть. То есть на более крупных проектах просто каша больше, и она поделена на маленькие кусочки. Кто-то сидит и дает название скинам, и это нарратив. Кто-то сидит, делает tone of voice, и это нарратив. Кто-то сидит и думает, как назвать какой-нибудь ивент, чтобы он был мультикультурным, и там не было палево в Германии на 9 мая. Это нарратив. Все это нарратив. Название на кнопки, ну, это UX, я тут, в смысле, гуляю между UX и нарративом, но зависит от игры. Потому что если у меня кнопка, и на ней написано «играть», ну, там нарратив не нужен. А если у меня волшебная сказка, то я хочу, чтобы эта кнопка уже рассказывала какую-то историю. Ну, ты поняла меня к этому. Да, конечно. Поэтому не так просто. То есть таких мест, вот, трипл-А нарратив, и фамилии людей, которые так делают, ты знаешь, их очень ограниченное количество. Мне кажется, их сотня в мире. Ну, меньше сотня. Я знаю только Тиму Шейфера, который сам сценарист и сам глава студии. И Тим тоже, да. Продал себя Microsoft. Я вот реально, это единственный человек, который у меня в голову приходит. Все остальные люди сами сценарий не пишут. Я просто, когда поиграла в What Remains of Edit Finch, это же лучшая игра, кажется, 2019-го. Она исключительно нарративная. По версии Ирины Мельниченко. Не-не-не-не, там какая-то британская награда. А, британский учебник. Это хорошая игра, два часа отличного опыта. Так, и? Вот, она очень нарративная. То есть там, ну, нарратив, геймплей работают просто идеально вместе. И она прям очень-очень нарративная. Это, как вы думаете, тоже один человек в уме держит? Или все-таки команда? Дело не в том, кто держит в уме, а чей творческий посыл. Здесь всегда конкуренция заключается в том, ты делаешь мою идею или я делаю твою идею. Делать вдвоем наши идеи мы не можем. Есть редкие примеры, когда там семьи, ну, в смысле, мы с женой вместе делают игру. Для них этот конфликт, он примерно такой же, как кто будет мыть посуду. Они умеют решать такие конфликты. А вот мы с тобой, если бы пересеклись, да, то как бы мы с тобой это делили? Вот у меня есть моя фантазия. Я нашел на нее деньги. Я суперглавный, суперклассный продюсер. Все, иди делай. Зачем мне в этом месте что-то другое? А место, где слушают тебя, я же говорю, оно может не всегда иметь достаточно пауа. Да, я поняла. Ну, то есть мне абсолютно несложно несколько лет поработать там, где я выполняю чужое видение. Просто делаю это хорошо и набираюсь опыта. И принося деньги, естественно, компании, в которой работают. Так, а потом... Потом у тебя будут деньги, и ты начнешь на свои делать визуальную навалу? Вы знаете, на самом деле все очень прикольно, потому что мне же никто не мешает параллельно писать свои книги и реализовываться там. Это я и спрашиваю. Мы с тобой говорили уже об этом, что способы творческой реализации, они не пересекаются с другими типами твоей реализации. Они могут быть параллельны. Я солдатику крашу. Я же не иду 3D-моделером работать, да, и не иду 2D-текстурщиком работать. Я просто сижу к солдатику, себе крашу, мне нравится. Вот я про это. А работу я про деск. Если ты определишься, то тоже будет круто и будет намного легче понять, куда тебе, где ты нужна. Так, ладно, мы долго, давайте сворачиваться. У тебя к нам вопросы, ответы? Ну, главное, что, насколько я поняла, это пока что все равно путь только больших компаний. Ну, это мое личное мнение. Из того, что ты сказала и условия, которые ты выставляешь, да, я тебе рекомендую секьюрить свои позиции. У маленьких компаний нет должности и денег на нарративщика просто. Да и нарративщик, да. Обычно один из создателей студии будет этим самым нарративщиком, который там свои какие-то идеи. Они так, как они маленькие, они огромную игру не делают, им как бы проще это продумать. Поэтому это чисто такая история очень простая. По-другому никак. Хорошо, тогда, наверное, последний вопрос. Вот с тем резюме, которое вы видите, у него, в принципе, от 1 до 10 какие шансы? На что? На то, что я пройду дальше первого ревью резюме, хотя бы дотестовала. Ну, это всегда вопрос, как и что оценивают, что им нужно. Текста много. Видно, что много текста в написании букв, но очень мало текста, где можно оценить, что происходит с геймдилом. То есть сценарист сериал, сценарист 3 сериала, далее 4 или 5 книг, рекламные ролики, и опять семейный суд звучит очень круто, как проект. И короткометражный фильм. А тем не нравится паноптику мудаков, а самое главное, у него там дальше есть паноптику мудаков, работа над Ашинкой. То есть так круто, да? Если была работа на Ашинке, может быть, не такой уж и мудаков по новому паноптику мудаков. Всем пригодится. Соответственно, смотри, если резюме конкретно идет в геймдев, ну, хотя бы вот, если вот это все, весь опыт, да, то, что мы видим в феврале-июль, ну, на нем надо сделать некий акцент, потому что при всей знаменитости компании Value's Value введение в геймдев, ну, этого недостаточно, да, и геймдизайн. Все-таки что-то уже сделано, чтобы это можно было посмотреть, написать поподробнее про свою роль. Опять-таки то, что мы там вначале с другими ребятами говорили, что для тебя мотивация, что для тебя хорошие игры, вот хотя бы их перечислить. Да, вот ты их вот сейчас нам говоришь, а так для, если ты ищешь компанию единомысленников, мечты и так далее, ты там пишешь пять игр, например, и человек видит одну-две, которые совпадают, а, например, там у меня как у игрока и у Альберта как у игрока игры могут полностью не совпасть. А если мы ищем единомышленника себе, а не в большую судьбу, то нам, вот это некая такая первичная история. То есть пока за геймдизайн ты особо не зацепишься. То есть вот с точки зрения продажи тебя в геймдизайн не работает. То есть видно, что 20-й год, видно, что оно только началось. Как бы, ну, какой-то джуниор опыт, и не очень понятно, умеет ли человек внутри игр делать что-то, кроме вот как писать буквы, как и во всем остальном. Я поняла. Окей, спасибо. Все. Давай мы включаем теван. Тогда пойдем к Лизе, потому что она была молодец. О, что это вперед. Это хардскиллы. Так, зовем Лизу. Верим, что у нее есть видео. Верим, что у нее есть видео. Если есть видео, то мы покажем вам малыша Грута. Вот это малыш Грут. Он передает вам привет. Привет. Я есть. Крут. Ну, смотри, нет обмана уже, да, для девчонок странно. Вот обычно у них на фотках обман. В жизни они выглядят не так, а тут тут и обмана-то нет. Pitchfall asleep. Наработки. джуниор геймдизайнер, начинающий специалист. С 20-го, с начала 20-го года занимаюсь обучением, прохожу курсы, выполняю задания. Прям, видишь, у нее прям жизнь эта геймдизайн. Она выполняет задания, прокачивается, распределяет очки опыта и soft skills. Чума. И опыт работы небольшой, но технический писатель. Опыт, технический писатель. То есть, настолько плохо техническим писателем быть, что ты готова сбежать в геймдев. Правильно понимаю, приземли? Да, на самом деле, ну, как-то там душно стало. Душно? Китать в людей ракеты тебе душно? Нет, на самом деле... Душно, чем пулять в людей огромными. Дай ей поговорить, пожалуйста, подожди. А то, и на поспорнише. Я разрабатываю документацию для систем управления для АЭС, для атомных электростанций, там, Ленинградской, Смоленской. И так получилось, что там с течением обстоятельств меня перекинули в другой отдел. А с коллегами тяжело найти общий язык, потому что мы вообще равные, равного в обрыв-то, я там самая молодая, и, ну, какой-то чувствуете дискомфорт, психологический дискомфорт. Мне там не то чтобы неинтересно, я там не чувствую себя в своей тарелке. Значит, я официально обращаюсь к компании АО «Диаконт», к коллегам, у руководителям. Мы никоим образом не хантим человека. Мы полностью за нашу энергетику, за атомы, за все. Вам желаем только процветания. Продолжай. Ну, и, в общем, да, я решила сменить свою деятельность, и каким-то образом мне пришло в голову, что я могу применить свои навыки, полученные в ходе образования в университете в области геймдева. По сути говоря... Воен Мех. Ну, тут продюсер проекта «Калибр», ты правильно, попала. Да, по сути говоря, мы строили боевые пространства, допустим, там высчитывали эффективное количество крылатых ракет, которые необходимы, допустим, для поражения корабля. Я, то есть, давай меня, давай просто поменяемся работать, и все. Мне кажется, я не нужен на этом. Давай мы просто поменяемся работать. Ты будешь заниматься вот этой моей душниной, а я пойду заниматься нормальным геймдизайном, потому что то, что ты сейчас описываешь, вот это то. Мне кажется, если я собрал бы сейчас всех геймдизайнеров и спросил бы, кто из вас готов начать рассчитывать, чтобы завтра это на мощном меймфрейме все тебе сказали, попал, не попал, вот это круто. Ну да, то есть мы строили математические модели, использовали вероятностные методы, Монте-Карло и подобное. Вот, в принципе, мне показалось, что я, да, я пыталась устроиться по специальности, а там я встретила много таких вот каких-то противоречий, эджизм, например, меня вообще не хотят брать на такие должности, потому что, ну куда я пойду, ну приходите через лет 20, ну сколько там, 20-30 лет, мы, может, вас возьмем. А сколько годиков тебе, Лиза? Мне 24. Альберт, меня вот смущает то, что ты у нас продюсер, а у Лизы есть сертификат, как делать игры, которые нравятся и приносят деньги. Есть ли у тебя такой сертификат, Альберт? Не, даже, как это сказать, у меня даже удостоверения никакого нет. Лиза, давай выбирать, смотри, у нас есть Ил-2, у нас есть Калибр, ну там у нас еще есть арена Man of War 2, но она делается украинской командой. Давай из Л-2 и Калибр выбирать, что тебе ближе? Наверное, Калибр. Калибр. Так, что ты готова делать на Калибре? Ты видела Калибр, играла в Калибр? Я видела, но не играла, честно говоря. Ну, скажи честно, говно или нет? Нет, нормально, мне кажется, это хороший потенциал. Есть потенциал. Так, вот ты джуниор геймдизайнер, что ты сделаешь, чтобы улучшить эту историю? Ну, так как я джуниор, для начала я бы хотела, наверное, поработать с числами, наверное. Ты понимаешь, почему эйджизм? Потому что ты начинаешь со слов так, как я джуниор, выкидывай это, все, мы в геймде. Не надо ее учить проходить собеседование. Давай мы сейчас, если он нам подойдет, нам не надо, чтобы она... Альберт, а ты придешь, что прожарку резюме, а зачем, Сереж? Будем учить людей проходить собеседование. Не надо ей помогать проходить собеседование. Мы забираем себе и там уже научим навыкам продажи. Не слушай его. Да, для начала я бы хотела позаниматься балансировкой. Допустим, балансировать какие-то цифры урона, брони, какие-то подобрать коэффициенты, что-то подобное, может быть, какие-то формулы. Мне нравится, на самом деле, работать с числами. И в целом я бы, наверное, очень... Ну, больше всего я хотела бы заниматься балансом. Помимо этого, ну, у меня хорошо получается разрабатывать документацию. Я полтора года работаю техническим писателем. Я уже, ну, очень много документов разработала. Руковод по эксплуатации, по форту, технические требования. Ну, работа с ТЗ, это прям мое все. Плюс, наверное, я бы еще хотела работать с конфигурациями. Наверное... Ну, у меня есть базовые навыки C++. Не могу сказать, что я сейчас активно программирую, но это было кода 4 назад. Я бы, наверное, хотела бы подбирать какие-нибудь параметры. Ну, в каком-то уже существующем коде что-то, может быть, подогнать, подобрать, тоже отбалансировать. Ну, как-то так. то есть математика, то есть математика, баланс, вот это все. А ты что-то в деятельности в своей какой-то это делала уже? В деятельности направленной на геймдизайн? Да, 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 да. Да, я прохожу тестовые задания периодически, ну, всякие, начиная от задачи на всякие вероятности. Альберт, перестань, у тебя это как кошка с металл. Я от скуки прохожу везде тестовые, знаешь, молодец. Я улыбаюсь, потому что, ну, такая, очень правильно ты все делаешь, поэтому улыблюсь сижу. Ну, да, в общем, задачки, там, достать, не знаю, какое-то количество черных шариков вредикрафтных, сколько будет вероятности достать то или иное, ну, и плюс экселевские задачи, допустим, у нас есть какие-то данные, нужно что-то из них выявить, что-то посчитать, активность пользователей, РППУ, такие тоже моменты решаю. В принципе, да, имеется в виду задания, наверное, прохожу тестовые задания, вот, это в основном самый такой большой опыт у меня. Давай поговорим про коллег, что ты хочешь от них, как ты себе представляешь твой круг взаимодействий, с кем ты взаимодействуешь, и что ты, вот, какие-нибудь три требования давай придумаем, которые мы предъявляем твоему окружению, чтобы оно тебе помогало? Ну, во-первых, я хотела бы, чтобы коллеги были относительно моего такого круга, обзора, что ли, чтобы мы одинаково смотрели на вещи вроде игр. Смотри, ты открылась, не-не-не, вот когда ты открываешься, ты должна, когда ты открываешься, ты начинаешь перечисление, то есть, когда ты делаешь вот такое вот заявление, стейтмент, чтобы они были, ты ни о чем мне не сказал, ты высказал какое-то свое внутреннее направление. Давай конкретизируем. Какие такие интересы могут между вами пересекаться? Ну, во-первых, чтобы они так же играли в игры, как и я. Как ты играешь в игры? Ты начни. Любить Россию так же, как и я. Если они будут не так играть? Нет, чтобы они в целом играли. Я не могу сказать, что они будут не так играть или так играть, чтобы они в целом играли, чтобы я не могла, чтобы я не стеснялась, допустим, признавать, что я люблю по вечерам сыграть в какую-нибудь игру, не знаю, какой-нибудь там World of Warships, Доту или еще что-нибудь такое. То есть, допустим, мои коллеги, которые мне, были сейчас, которые есть, они, естественно, подобревать не подобревают о том, что я играю в игры. Смотри, рекрутеры напали на человека уже в чате. Дайте поговорить уже. Мы уже разговариваем. Не надо сейчас хантить человека. Вы за нами будете. Смотрите, в чем смысл. Занимайте в очереди. За нами. Почему 1С единица, понимаете? 1, первый, а вы там можете потом стоять в очереди. Уже вам потом Лиза откажет. Нет, тут вопрос, смотри, есть же Дота, игроки какие-то, которые там, Лига Легенд, Дота, еще там, не знаю, какие-нибудь бесконечные вот эти игры круглосуточные. Калибр я слышал есть тоже. Там играешь круглые сутки. Невозможно пройти никак. Я вот пробовал, пробовал, не получается, бросил, не дает пройти. А есть Инди с душой. Да, у нас вот здесь были люди, они Инди с душой. за три часа прошел, прочувствовал душу, потом поиграл в игру, потом девушка у нас до этого бы, вне очереди, да сейчас, вне очереди. Девушка сделала там вот этот квест свой, да, красивый, визуальную новеллу и так далее. То есть это для тебя критерий или важно, чтобы они просто играли? Чтобы они просто играли, чтобы я могла быть просто самой собой. Мы могли бы обсуждать какие-то моменты, не знаю, связанные с играми, и я могу понять в принципе любого человека, который играет в любую игру, будь то визуальная новелла или моба, или шутеры, что угодно. То есть у тебя сейчас в среднем 50 лет пацаны работают с тобой, приходят, пьют пиво, не смотрят. Они играли в лакту. В лакту они еще, они жахнут. Ну что, мне тоже стрёмно, мне 41 вот так на секундочку, знаешь, так просто заявлять, это 50, и чего 50? 50 скоро. Не надо мне тут. Стареют, друзья мои, не годами стареют с событиями, поэтому не надо мне тут лалы-лалы. Ладно, они играют, все понятно. Здесь мне запрос твой понятен, скорее всего, ты просто компенсируешь. А что ты пошла туда, подожди? Не надо компенсировать уже психологию. Что ты пошла туда? Как так? Ну, во-первых, я закончила университет, и в принципе, я чувствовала, что мне нужно где-то начать. Тебя папа заставил? Пойти заканчивать. Папа заставил закончить военную мех? Нет, нет, конечно, я сама, я в другого города вообще поступила, Петербург, сама закончила университет, и, ну, соответственно, сама нашла работу. И в каком ты была городе? В каком ты городе обитала? Я за Оренбургом. Сидит девочка Лиза в Оренбурге, и начинает с самого раннего детства строить ракеты, еще в песочнице. Когда я вырасту, я поеду в Балтийские государства, и там я вам все суки покажу. Вы попуститесь на Великую Россию, я построю такие ракеты, что она тварь не подойдет. Не так, не так, у них будут красивые крылья. Вот будет не просто вот эта вся аэродинамика. Владимир Владимирович недавно презентации начал показывать. Просто будет красиво. Какие у нас есть ракеты? Ну, ты вот меня тоже. Что мотивировала тогда? Да, вот расскажи, как это происходило. Ну, ракеты, на самом деле, в детстве я не думала о ракетах. Но я с детства играла в игры, там, начиная с Затерянного мира, в Сибири, в Нэнси Дрю. Потом как-то пошли игры, типа Доты. Периодически там встречались Кроссаут, World of Tanks, World of Warships. Ну, попеременно это все тоже. У меня игры менялись с моим глядом на жизнь, с моими вот параллельно истекающими событиями. То есть я поступала в университет, у меня появился Carbo Space, в котором я также тоже разбиралась. Вот они. В университет я поступила, у меня, на самом деле, очень такая неопределенная специальность, она называется специальные организационные технические системы, и там ни фразу было понятно, что под этим подразумевается. У меня были довольно большие баллы, и я могла выбирать, в принципе, что мне вот понравится. Я подумала, что это будет что-то связанное с программированием и, может быть, компьютерной безопасностью, но это оказалось ракетостроение прямо вот в его полном понимании. Ну и, в принципе, я в это тоже втянулась. Это, на самом деле, очень интересно было. Мне очень понравилась моя специальность. А что у вас там, кстати? У вас там баллистика, аэродинамика, газовые среды как часть. Что у вас вообще там? Что вы делаете? Да, там, естественно, у нас были курсы аэродинамики, баллистики, но в целом у нас, наверное, было больше всего предметов, направленных на изучение эффективности. То есть мы варьировали параметры ракеты для того, чтобы она была наиболее эффективной для достижения какой-то цели. Допустим, нам нужно вывести какую-то полезную нагрузку на какую-то траекторию. Сколько нам нужно, допустим, какая нам нужна полезная нагрузка, каким нам нужны аэродинамические коэффициенты, какая нам нужна масса и ну, что-то такое. Ну, проектировочные деятельности, я понял. Да, и из этого, получается облик ракеты, компоновочный облик, и мы выдвигаем итог, вывод, что ракета данного облика будет наиболее оптимальной для выполнения такой задачи. Ну, и да, была аэродинамика, системология, теория игр была даже, это было тоже интересно. Да, все вот именно в том ключе. А мама с папой чем занимаются? Мама с папой чем занимаются? Мама у меня генеральный директор Центра снижения веса, но в целом они, у меня вообще в родственниках нет инженеров. Про полезную нагрузку чувствуешь пересечение, то есть она же с самого начала понимала, что полезная нагрузка с ней надо что-то сделать. Мама, видимо, всем предлагает избавиться от полезной нагрузки, типа налегке полетим, а у нее, видишь, ей сказали, не, так не работает, мы будем выходить на орбиту с полезной нагрузкой. Да, у меня Фредди родственников в семье вообще как бы нет инженеров, и поэтому я, можно сказать, одна такая вот. Так, а папа? Папа, я не знаю, от чего он занимается. Я с ними общаюсь. Давай, Масвет, иди покажу тебе зрители. Давай вернемся к вопросу по... Сейчас Волков покажет достижения все свои лучшие, свои лучшие релизы. Здорово. Ты передал, привет. Давай вернемся к коллегам. Значит, я все понял. Хочется... Даже с коллегами, я хочу понять... Да что ты с коллегами? Да это у меня самое важное, это потому что... Нет, это абстракция. Нет, у меня конкретно... У тебя написано диплом с отличием, девочка, ты умная, что случилось? Зачем геймдев? Там так мало денег платят или там настолько про игры ни с кем не поговорить? Зачем менять серьезную работу на всякую ерунду? Ну вот, не знаю, я чувствую, в геймдеве есть своя романтика. Не знаю, мне кажется, люди, которые делают игры, я же сама у них вот... Я просто полностью в них погружаюсь, я понимаю, что люди, которые творят... Какая романтика, посмотри на чат, рекрутеры как коршуны налетели. Стоило симпатичную девочку показать, а они сразу побежали. Вот что они до этого сидели, да, вот на этом дефгаме? Не понятно. Знаете, никому не нужна была. Никому была не нужна. Вот это ложь, вот это ложь лицемири, обратите внимание. Токсичным Сереже и Альберту показать человека, как сразу, ой, нам надо, нам надо. Что, нет никакой души у этих людей, не верим. Видишь, сидят там, улыбаются, смайлики присылают. То есть ты за мечтой и за душой идешь. Да, я думаю, это прям будет очень классно, если я буду тем человеком, который занимается или участвует как-то в разработке таких вот миров, мини-миров или даже не мини-миров. Мне кажется, это какие-то сверхлюди, которые творят такие вещи. Это мусорбер. Ты знаешь, какие деревья растут у тебя около дома? Можешь перечислить у подъезда? Деревья? Какие деревья у подъезда растут? Ну, на самом деле, у меня тут деревьев мало, но березы, дубы. А какое самое близкое к подъезду дерево? Самое близкое? Да. Я думала, будет сирень, наверное, если это можно считать деревом. Чем я задавал эти вопросы? Мир прекрасен. А видишь, ты сирень. Это я к тому, что мир огромен. В нем есть Миранг Куфпадины, Водопады, Виктория. А видишь, ты сирень. И гейм-дев, про гейм-дев тоже надо правильно это понимать. Да, ты будешь участвовать в создании мира, но шанс увидеть этот мир целиком у тебя практически не будет. Ты будешь всегда видеть его фрагментарно и какие-то только маленькие кусочки, и это будет рутина, 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 рутина. И да, иногда у некоторых хватает сил остановиться, посмотреть на все и похвалить себя, сказать, молодец, я это сделал. Но у некоторых не хватает, некоторые так и сгорают, ну, в смысле, вот по пути в этой рутине, 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 рутине. Вот мне важно, чтобы ты тоже это понимала, что вот весь твой проектный опыт, который ты получил. Ты не боишься, что образование вообще зря вот это все твое пройдет с переходом в геймдев? Нет, я думаю, если я буду работать в геймдеве, это будет, наверное, самая лучшая реализация моего образования, мне кажется, да, потому что, ну, я пробовала устроить гособорон предприятие, и я чувствую, что там я буду менее полезна, и это точно. Там, скорее, даже не то, что я буду менее полезна, меня не будут воспринимать такой, какой я есть, и меня будут много недооценивать. И поэтому чувствую, что мой потенциал в геймдеве я могу развить больше. Все время в тебе что-то супергеройское звучит. Как будто бы женщина-супергерой, я себя реализовать. А я бы потом показывал, вот, начиная от Росатом и везде потом это интервью, для того, чтобы они понимали, насколько, как бы, интересные люди ходят на них под боком, да, и насколько они не понимают, как с этими людьми Мой контракт, кадровое агентство с Росатом давно кончился, поэтому не знаю, как вам показывать. Так, что-то еще я хотел спросить про, 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 Я давно пытаюсь про коллег. Насчет кого? Насчет результата, то, что я могу не увидеть того самого результата. Мне кажется, как раз таки в геймдеве я могу почти стопроцентной вероятностью увидеть хотя бы какой это результат того, что я делаю. То есть у инженеров есть такая специфика? Нет, ракета – материальный объект, понимаешь? Рано или поздно, где-то после годов, конвейеров и всего остального, она где-то соберется, понимаешь? Ты придешь и увидишь ее. Ты можешь одним взглядом всю ее увидеть. Какая бы там ни была построена тобой плотина, какая бы ни была построена тобой великая электростанция, она все равно конечна. А у нас все миры, они виртуальны, ну, как кино, как и в других местах. Это невозможно увидеть. Просто сейчас тебе бесполезно это говорить. Ну, в смысле, у тебя еще очень много энергии до, каких-то таких точек, ну, просто вспомни потом со мной вот этот разговор, вот такой бич таких людей, которые идут с твоим посылом, потому что ты не будешь чаще всего это видеть. А где вот эта игра? Вот на сервер ты зашла, а там игроки, это игра, все, ты при этом ничего, кроме лобби или матчмейкера, не увидела. Все, вот их, сотни тысяч, да, они абсолютно абстракт. Или что такое? Или карту, или ты зашла и увидела, что там есть какое-то, там, не знаю, 3D садится или встает солнце, неважно, все, это твой мир, там стоит лавочка, но в ней нет игроков. Где, понимаешь, вот эта эфемерность, вот этой точки, она ломает здесь таких обколенку. И это, ну, болезнь, потому что в начале ты все абсолютно правильно сказал. Ты сказал конкретные точки, в которых ты работаешь, да, они связаны там со всеми этими процессами, расчетами, опять же, какой-то аналитикой, неважно с чем. Вот с этим ты будешь работать. А вот то, что ты сказала, это будет всегда твоим внутренним. То есть ты внутри только будешь ощущать внешних проявлений практически нет. Это вот такое слож, просто имей это в виду. Но насчет коллег тут, конечно, по-другому. Я просто думаю с точки зрения масштабности. Обычно у инженеров есть такая вещь, что они по кусочку что-то делают, но они вообще с трудом понимают, как это в итоге соберется, когда это соберется, где это соберется. Они вот создают какие-то... То же самое. Абсолютно. Ни одной... Вот смотри. Любая проектная деятельность, то есть любой смысл работы над задачей с точки зрения на определенном уровне абстракции, если мы с тобой берем конвейер, то мы с тобой с процессуальной точки зрения не найдем вообще никакой разницы. Точно так же в начале есть запрос. Просто у вас он приходит в виде изделия номер 51-23, там требования такие-то, там высота полета такая-то, дальность такая-то, неважно. У меня то же самое. Только требования по абстрактной придет продюсер и точно так же назовет тебе довольно жесткие требования. Это будет игра для такой-то аудитории, такого-то возраста, девушки, мальчики на такой-то территории. Все. Ты абсолютно окружена стенками. Все. Вот такие же стенки, как приходят тебе на проектирование нового изделия. Дальше что происходит? Точно так же готовится документация. Вообще никакой разницы. И точно так же в процессе подготовки этой документации вещи между собой не стыкуются. Ну, то есть ты можешь пойти к программистам и объяснять им, что тебе нужна эта механика. Они тебе объясняют о том, что они по маковку забиты и что иди поменяй механику. Вообще никакой разницы. Ты бы пошла к двигателистам убеждать двигателистов о том, что это неприемлемо. Ну, какая тебе разница? Никакой разницы в этом месте. И точно так же все по задаче, все твое образование у тебя получено. Вот не отказывайся ни от одной, вот не от пикселя того, что тебе дали. Потому что, да, тебе там неинтересно. Это все понятно. Прежде всего, скорее всего, потому что тебе не дают делать ракеты. Но это все очень полезно. Просто они уже там зачерствели, а ты там еще нет. Но вот до вот этого точки черствости все абсолютно правильно и никак не меняется. И точно так же абсолютно разные люди. Ты будешь сидеть делать свой кусочек и не понимать. Даже в коллективе не очень большом, в 100 человек, ты не будешь знать, что делается. А я 100 человек сказал, это маленький коллектив. Большие игры делаются тысячей. Ты не знаешь, кто эти люди. Ты не знаешь, что они делают. Как недавно была тут шутка, что что там, киберпанк ушел на золото, они узнали из Твиттера. Вот это реальность. А я могу рассказать такую шутку. У меня такие шутки скажут. Это реальность геймдела. Несмотря на то, что тебе кажется, что он вот отличается, он другой. С точки зрения наших целей мы инвестируем деньги, чтобы сделать продукт, чтобы заработать деньги. Ты там, кто, государство инвестировало в разработку ракеты, чтобы оно там полетало, решало какие-то задачи. Никакой разницы. Опять же, как мы до этого говорили, если ты не берешь только маленький масштаб, если ты пойдешь в небольшую студию, то, конечно, да, там ты можешь отгрызть себе такой кусок ответственности работы, какой вот сможешь унести, и все будут рады. Большой компании так, ну, не получится. Поэтому не отказывайся от этого опыта. Можно я к коллегам вернусь? То есть, вероятность того, что я увижу ракету и что я увижу игру, они же совершенно разные. Игру-то я наверняка увижу, в каком бы она ни было варианте, в какой бы она ни было удачно. Ну, скорее всего, либо увижу, либо я вижу, что я ее уже точно не увижу. А вот надоело нам. Что-то не прет, понимаешь? Инвестор куда-то там пропал, продюсер куда-то пропал. Ну, тут уже чат говорит, что Альберта надо со злым полицейским перебарщивать. Здесь просто надо отдавать себе несколько отчетов всего, не идеализировать, да, и все-таки, ну, влиять и общаться с коллегами, ну, тут ты правильно говоришь, да, если люди с тобой на одной волне, там, не по возрасту, а именно по мышлению, по хобби, еще так далее, к сожалению, гарантированного это не дает, да, то есть тебе, они могут быть уродами, мудаками, неответственными, еще какими-то людьми, неприятными при этом, да, то есть все это одно другое не гарантирует, просто шанс выше, да, что тебе будет с ними чуть проще. Соответственно, по поводу релиза Альберт берет какую-то общую статистику, тут, ну, ты можешь себе на эту статистику влиять, выбирая какую-то компанию, да, и какой у них инвестор, какая у них история, прийти, опять-таки можно, Альберт, на запущенную игру уже, которая, например, запущена, не буду называть какая, например, есть в СНГ запущенная, но не вышла в мире, и надеется, что она в мире, например, выйдет, да, вот, ну, представьте, есть игра какая-то, которую там кто-то... И это все равно не значит, что она увидит ракету, ну, в смысле, вот она придет, там, через год проект естественник, какой бы она ни пришла, и она не увидит результата даже своего труда, она будет работать, например, над дополнением, которое планируется выпустить в конце 2021 года, а в середине 2021 года будет принято решение о нерентабельности, вот у нее лежит пачка этой ее волшебной документации, в которой все было красно и классно, и все, будущего нет, ну, все, конец. Что, нетипичная ситуация? К сожалению, типичная. Обязательно, конечно, не остановить его. Потому что, если она меня переживет, если она меня пройдет, значит, ей в геймдеве будет все более понятно. Ну, к сожалению, говорит правду, да, даже на этапе прототипов, если ты возьмешь мобильную, например, индустрию, где прототип сделать побыстрее в среднем, там, действительно, вот это число, оно совпадает. Студии делают там даже успешное какое-то количество прототипов, больше их часть, 90%, естественно, закрывается. То есть, вот игру как игру, ты в этом случае не увидишь. Она может выйти или не выйти в софт-лонч в какой-то стране, но как бы это не релиз. Ну, и важный фактор, с чем я с Альбертом согласен, нигде я отговаривать не буду, это все-таки именно внутреннее ощущение. То есть, если ты не запускаешь релиз как киберпанк, когда у тебя хайп, прям мир охвачен хайпом, то вот, например, команда той игры, которую я не буду называть, да, начинается на кэй, продюсирует ее жильцов, и там оперативники бегают. Вот сидели ребята, не помню, на тот момент, не знаю, там 40 человек, вот они ее делали. Потом бац, игра вышла в какую-то супер закрытую, что-то какие-то первые игроки, а потом бац, не знаю, 10 тысяч игроков онлайн. Ни хера с ними не произошло. Они ни черта не осознали, да, то есть реально вот прямо вот сейчас в эту секунду играет там, не знаю, сколько ты там тысяч, десятков тысяч игроков. Ничего не произошло. То есть, вот он сидит такой, Альберт говорит, вашу игру играют люди, прям не понимают. Потому что вот ты находишься, у тебя, ну вот представь, опять-таки, да, я уже говорил, это абсолютно вымышленная ситуация. Есть офис, какое-то место, где люди сидят не в окошках, а вот живые. Они те же, кофемашина та же, курилка та же, даже курящие люди. Даже пробка в этот день на работу была та же. Он, сука, курит даже в эфире, видишь, даже вот он онлайн и все равно он курит сидит. В кабинете он бы хоть не курил, вышел на улицу. Вот это некая штука, чтобы себя не перефантазировать. Вот это вообще невозможно. Вот мы там готовим Kings Bounty, да, вот не Альберт уже, а там другая команда к релизу. Вот она готовится, она там выйдет на всех платформах везде. А вот как вот это ощутить? Ну, к сожалению, по факту вот этого момента классного, то, что ракета взлетела, вот если хайп не создавать какой-то гениальный, опять-таки, есть же еще, как ты реагируешь на отклик аудитории. Играют-то десятки тысяч людей, а говно пишут сотни, а пишут в основном говно почему-то. И в этом, чем более массовый продукт, тем больше вот этого говна ты от них получаешь. Вот насколько тебе это? Ты же геймдизайнер, ты сделала оперативника, допустим. Сделала классно. Все смотришь, потом через месяц статистику, офигенно, сбалансированный вышел. Открываешь, что там у нас обычно пишут? Начинают Лиги Легенд, Доты и везде. Сука, донатная имба, твари, достали. Да просто сделайте нормальное что-то. Говно, любой человек понимает. Говно. Каждый раз вы это делаете. Вы вам писали, я прошлый раз вам писал, я 17-е письмо вам пишу, как надо сделать. И самое обидное, ты знаешь, что это то, что ты можешь в твоем кусочке, все может быть сделано идеально. И опять вот возвращаемся к ассоциациям с ракетой. Абсолютно то же самое. Один болт, один студент не докрутил, и у тебя все упало. Ой, я сейчас фоткаю комментарии на КБ2 работают счастливейшие люди, им отправлю. Сейчас интересно, что они мне ответят. Я думаю, какую-то грубость. Сейчас они мне просто... У них сейчас столько. Я это тоже прекрасно понимаю. Люди, когда у них все хорошо, они ведь редко пишут, им не за чем писать, у них же все хорошо. Люди, у которых какие-то есть проблемы, они начинают взливать это другим, они начинают с этим делиться, чтобы пожалели, хоть что-то делали, ну, как было сказано. Это нормально, блин, это, наверное, во всех сферах есть. Люди вымещают свои эмоции на других, считают, что им что-то нужно, вы обязаны им что-то делать. Все это. Это, мне кажется, с этим все так, вот, в любых сферах. И мне кажется... Первый раз, Серега, в последнее время кто-то меня уговаривал, что все хорошо. Все будет хорошо, спасибо большое. Твоя игра будет успешной, тебя будут любить. Я столько доброго не слышал. Сейчас все-таки до слез доведем, да? Ладно, есть, давай вопросы, может быть, чтобы мы еще кого-то успели, потому что тебе только советы можно давать какие-то. Я не знаю, мне казалось, что, может быть, есть какой-то момент у меня в резюме, который может отталкивать людей. Я все пыталась это выявить, может быть, я слишком много пишу или слишком... да, много текста, размытости или еще чего-то. Я периодически получаю фравы какие-то отклики отказа и пытаюсь проанализировать, что не так. По сути, как бы, я могу предложить что-то, я даже могу выполнить текстовое задание, они будут там на 75% правильные, но что-то опять идет не так. И я вот думаю, может быть, здесь я что-то пойму, может быть, реально что-то не так в моем резюме, что люди отталкивают. Корее всего, люди отталкивают. Тебя отказывают по резюме? Ну да, бывает такое, что вроде как бы пишешь проводительные письма и все такое, но фрава на этапе резюме уже присылают аркану. А ты пишешь на джуниор-позицию или ты пишешь, я хочу быть ведущим геймдизайнером вашего проекта, потому что у вас геймдизайнер полное говно, я знаю, как сделать. Нет, естественно, я пишу на джуниор-позиции. Ну, возможно, да, там бывают тексты... Девочки в чате, вон у нас рекрутеры, почему вы ей отказываете? Я не отказывал ей, я проверил, у нас мы ей не отказывали. Вот те, кто в лайке писал, вот пишите объяснение. Я по поводу резюме, ну, тут я не могу сказать, почему тебе кто-то отказывает, потому что есть набор параметров, которые закладываются, да, и этот набор параметров, ну, то есть формально ты что-то не можешь прописать. То есть российское законодательство запрещает тебе многие вещи, пол, возраст, религию, вот все, что хочешь, оно запрещает. Поэтому, начиная с того, что кто-то не готов брать девочку геймдизайнера на работу, а специфика в том, что девочек геймдизайнеров действительно мало. То есть их, мне кажется, в текущих реальных даже меньше, чем программистов. Мы вот взяли девочку геймдизайнера и мы прям удивились, вот недавно человек вышел на испытательный срок, а это прям такое. То есть это редкость. Это я не говорю, что это причина, просто причина может быть и такая. Тут нельзя сказать, что дело не в тебе. Дело в тебе, но ты не можешь на это никак повлиять. Это достаточно было бы глупо. В плане того, что ты пишешь, но то, что две страницы текста, но они по делу. То есть я часто критикую, но ты можешь все из этого сократить, безусловно. То есть если кого-то пугает объем текста вдруг, то ты все резюме можешь уместить на страницу. Вот даже само образование ты можешь написать в одну строчку, условно говоря, а не в дополнительно смущающее, если придираться к резюме, ну у тебя дофига навыков, а опыт работы по резюме у тебя год. Я не верю. Ну то есть это очень много. Даже если Альберту дать написать, у него столько навыков нет по количеству. Два столбика навыки, и то еще и пятое, и десятое, и оно, типа, чем докажешь? Работа с фидбэком. Что за фидбэк? Где ты с ним работал? Ты идешь в геймдев, да, вот там, мы проводили пример с оперативником, ты же не получала фидбэк на оперативника, не правила его и так далее. Большой игровой опыт, это не профессиональный навык. Я прошу прощения, это правда не он. Я, ну как бы, ну ты дублируешь текст, люблю игры, отношусь к ним, но как к искусству. То есть, ну все, вот это можно в два раза реально сократить. Вот это я бы убрал, кстати. В два раза все это можно сократить. Аналитическое мышление – это не навык, да, это ты либо где-то его применила, либо где-то не применила. Знание теории вероятности математики, ну как бы, это тоже куда-то либо в образовании, либо куда-то, ну то есть навыки – это то, что ты там можешь проверять. Там маткат, матлаб где-то работала, как чего, английский уровень какой-то, наверное, у тебя какой-то сертификат, или типа с тобой можно сразу поговорить, это подтвердишь. Зачем здесь базовый C++? Не знаю, ты джуниор геймдизайнер. То есть, это все можно бесконечно переписывать, я просто не знаю, в этом ли корень, как бы, отказов. Как ты сама себе выдаешь soft skills? Я последние годы во всех выступлениях, прожарках и прочих, говорю, убирайте это. Это вы не можете оценить, это, ну, не знаю, раньше были популярны, сейчас уже практически почему-то это ушло, потому что можно в соцсети написать и спросить. Коллеги твои могут вот это про тебя сказать, что да, это командный игрок, да, он исполнительно обучаемый, грамотный, тролливали, внимание к деталям. Ты сама про себя, soft skills – это не оценка, это твое предположение, и как бы твоя командная работа в одной команде, да, в другой команде скажут, нет, ребят, с Лизой больше никогда, она, блядь, не вшила в жопе, мы сидим спокойно, сука, проектируем ракету, куда она спешит, запуск, блядь, в 24-м году, спокойно, чайку пришли попили, чего ты бежишь куда-то. Соответственно, мне нравится больше вот кусок, где дополнительное обучение, здесь вот оно написано, да, вот что и почему ты закончила, и оно как-то про геймдизайн сразу, то есть у меня здесь не вызывает вопросов, как базовое знание C++, опять-таки, да, все время вопрос, если там еще кто-то будет слушать, базовые знания – это чтобы что, то есть вот у тебя базовое знание немецкого, ты сможешь заказать сосиску, да, в немецком ресторане, это вот это базовый C++, он нам зачем нужен, то есть программиста мы тебя не возьмем, как мы это знание будем твое применять, оно в геймдизайне достаточно странно применимо и там никак не относится. Ну, в геймдизайне выгоднее писать там SQL, вот эти все истории, они… То, что релевант на работе, да, релевант на работе. То есть какие-то прикладные навыки по факту, то есть… Что ты умеешь делать, да, что ты умеешь делать. Если бы все это еще разбавить чем-то, что ты по играм сама поделала, то есть вот опыт работы, это вот он такой, и его можно экстраполировать на то, что у тебя будет хорошо, и вроде как оно и по тексту, и по твоему рассказу ложится, да, на какой-то базовый геймдизайн, что ты в целом, наверное, должна уметь писать структурированную информацию, понимать, что это вот такая вот веселая история. А вот, не знаю, дополнительная информация, часть полезна, часть опять-таки много воды. Психологический комфорт, выражающий в работе с единомышленником в приятной обстановке. Ну, ты вот с Альбертом разговариваешь, и что вот у тебя психологический комфорт в приятной обстановке? Ну, хрен его знает. Ну, как вот это, как это оценить даже в виде тебя? Вот это все, да, сама концепция хобби в работе, ты что вкладываешь? Ты 24 на 7 готова работать без сна и без еды? Ну, я люблю, я, ну, а как это оценить? То есть, это тебе, ты это можешь оценить на собеседовании, что-то спросив, а как у вас принято работать, а какой у вас график, да, а как ставится задача? Очень редко, кстати, люди задают конкретные вопросы, во всяком случае у нас на финальных интервью, я надеюсь, на технических они это делают чаще, детальнее просто спрашивайте, да, вот, что конкретно я буду делать, а что предполагает в первый день, а что в первую неделю, а какая у меня будет задача, что я на выходе, самое главное, кто и как будет меня оценивать? Кто меня оценит? Очень редко спрашивают люди, а это самое важное. Как моя успешность на испытательном сроке, вот ты там геймдизайнер, тебе говорю, вот там, не знаю, там баланс одного оперативника, тебе скажут, у тебя там два месяца его сделать, мишен дизайнер, наш прекрасный жор, без которого мы сегодня с трудом с Альбертом справляемся, там на выходе ты должен миссию сделать, вот это как бы, вот самое, то, что мы там про ракеты, про финальный результат, вот это то, что видит игрок, да, тот, тот, который играет в ПВП, не видит, но тот, который играет в ПВЕ, он видит миссию, ты такой входишь, и вот на тебе стекается вот эта вся работа, вот мне нравится фраза, вот то, которая последняя, вот тут написано и хобби твое, и вроде все понятно, без воды, ты не пишешь в, мне нравятся командные виды спорта с мячом, а ты пишешь, я футбол, все понятно, а в остальном много воды, ну просто это правда не критерий отказа, потому что бреда у тебя здесь не написано нигде, я бы из-за этого не отказывал, может быть отказ, что у тебя ноль опыта, реально его нет, и ты его никак не описываешь. Ну это компании или команды делятся на готовых учить, просто и не готовых учить, если ты пишешь туда, где... Нет, здесь есть нюанс, где готовы учить, просто им за что-то зацепиться, понимаешь, вот там, мы готовы взять джуниор художника, вот мы взяли классного чувака, из Краснодарского края, по-моему, да, вот он там полтора года моделил, вот персонажей делал, там, начал с каких-то фрилансовых вещей, уже поработав, и пришел, мы видим портфолио, круто, вот что-то, чтобы вот было можно увидеть, для рекрутера это тяжело, честно говоря, потому что рекрутеры не всегда умны, не всегда глубоко анализируют, жена так посмотрела на меня, видимо, это была оценка моего интеллекта, я не уверен, что я дальше имею право проводить этот эфир, если будешь давать ему леща, то за меня тоже, туповат, да давайте леща сейчас пролетает, такой лещ, соответственно, ну, просто в формат портфолио, что-то сделано, ну, что можно, просто надо понимать, да, как это работает, и Ничар оценивает, это вот, он говорит, вот есть там хорошая девочка, там, вроде умненькая, глазки хорошие, вот есть у нее что-то, посмотри, а по резюме, ну, ракеты строит, круто, если с той стороны человек любит ракеты, как Альберт, ну, наверное, ему понравилось, с другой стороны человек не любит ракеты, скажет, ну, пусть строит ракеты, мы кербалспейс не делаем, только такие, резюма только так могу оценить, почему коллеги отказывают, так с воду не скажешь. Спасибо. Спасибо тебе большое. Все, или еще что-то тебя беспокоит? Нет, у меня, наверное, нет вопросов больше. Хорошо. Все, счастливый, успех. Давай. Тоже в чате, 40 человек из 60 или 50 остались, что-то Сергея Волкова здесь затегли, Сергей только что увидел вакансию геймдиза, написанных плюсов базовых знаний любого языка программера. Так, а Сергей, что? Ты сказал, что это лишнее просто. Я виноват. Умел, хотя бы наша вакансия написана, я просто не пишу вакансию. Я могу за Серегу ответить, что он же сейчас говорил, как рекрутер работает с резюме, он не говорил, зачем вам эти знания, полезны они или нет. Вот, естественно, есть вакансии, в которых прямым текстом написано, что это хорошо. Но если говорить дженерик рекрутер, то он такой геймдиз, C++. Зачем? Ну, я вот про это, что если у тебя тысяча резюме, ты их просматриваешь. Да, это чуть-чуть другая история просто. Так что умение, я бы даже по-другому сказал, понимание логики алгоритмов, понимание там логики построения программы вообще, это, конечно, плюс любому, кто в геймдев пришел, у нас здесь код это 50%. Такой вопрос, Unity или Unreal Engine. Денис, а что делать будем? Понимаешь, мне такие вопросы абстрактные задавать, это как в CSKA или Спартак, конечно, ни о чем. Я от внимания. Давай, давай как-то немножко все-таки. То есть, если ты мне скажешь, какую задачу мы решаем и какие условия, то я какой-то конкретный выбор в какой-то момент времени сделаю. В свое время, например, я выбрал Unity вот для Калибра по одной простой причине, вот, которая сидит рядом со мной и чарт-директор. Отчетливо осознавая, что людей, а мне надо было набрать команду с нуля, что людей на Unity я найду быстрее, так как Unity предлагала существенно больше усилия на тот момент в России для подготовки персонала. Если мне надо срочно набрать 40 там человек, условно, Unity, то я поверил, что Unity я наберу быстрее, чем Unreal. Если мы с тобой там, ну и опять же, от игры зависит. Есть задачи, с которыми традиционно Unreal лучше справляется, есть задачи, с которыми Unity отлично справляется. Это не считая финансово-экономическую основу. Здесь давай QA, где QA? Я не вижу твое режимы. Вот QA интересует, QA не было. Для того, чтобы вот такое решение принять, в нем такое количество условий, что это очень абстрактный вопрос. Я всегда говорил, что если вам, ну как бы вот у Ferrari есть недостаток, как у автомобиля, у него потрясающая скорость, у него удовольствие от вождения, у него статусный внешний вид, но довольно печально ехать на Ferrari в магазин за продуктами. У него очень неудобный маленький багажник. То же самое там наоборот, можем сказать про какой-нибудь Volkswagen большой. Да, все будет ровно наоборот. Медленно едет, не является статусным, но когда мы едем в магазин, его багажник – это то, что нам нужно. Вот такая простая ассоциация и про технологии тоже. В зависимости от решаемых задач, каждая из них может быть нами признана лучший или худший. Я в своей жизни имел неосторожность даже писать движки с нуля и вот из выбора писать с нуля Unreal или Unity совершенно точно я скажу, что не писать с нуля. Unreal или Unity. Привет, Куа. Привет. Не успел понять имя. Николай, правильно? Да, Николай, все верно. Привет, Николай. Ну и Куа, ты уже Куа. Ты хочешь быть Куа? Ты хочешь быть лучшим в мире Куа? Что такое Куа? Давайте с опытом начну. Долгое время работал в продажах, потом все время хотел пойти в геймдев. Пошел в Necky Studio, меня развернули, и я через некоторое время пошел и устроился в МТС-банк на стажировку и за год вырос до старшего инженера тестирования и сейчас уже работаю в Сбербанке. Но при этом всегда хотел и хочу работать в геймдеве, и поэтому я здесь и поэтому я... А в Сбербанке в Сбербанке или в Сберии, который делает разные вещи? Ну, вообще, получается, теперь уже в Сберии, потому что я занимаюсь чат-ботом на нынешней позиции и тестирую, до этого я тестирую фронт-энд, сейчас я тестирую конкретно в бэк-энд все запросы, как они приходят, какие команды человек отправляют, какие... А инфраструктурно это не у тебя живет, то есть ты только системно наблюдаешь, а инфраструктурно сама чат-овая система она где-то на каких-то мощностях не у тебя. Там очень много сервисов взаимодействует. Да, я понимаю, я пытаюсь понять, где ты в этой точке, то есть куа чего ты? А именно от ответа чат-бота, ну, то есть автоматического, когда человек пишет, например... Системно, то есть мне должен твоя работа где? Где мне приходит ответ, и если он мне пришел, вне зависимости от его адекватности и неадекватности, твоя работа выполнена так как запрос-ответ. Да. То есть евристика и все остальное тебя никак не касается, тебя касается только техническая сторона. Техническая, да, и то, что, ну, собственно, я проверяю, какие сервисы взаимодействуют, там, например, если про бонусы спасибо узнать, то должен отвечать конкретно, ну, типа, сервис отвечающий за спасибо и так далее. А у тебя вот эта вот разница вот на уровне вот этот какой сервис, это ты работаешь с какими-то гайдами, которые у тебя есть для того, чтобы самому понять, куда ты что перераспределяешь? Я основываюсь на требования, написанные аналитиком. так, так, и того, значит, у тебя, получается, в качестве рабочих систем, у тебя есть некий геймдизайн документ, условно, который тебе отдал, да, который тебе отдал аналитик, который описывает, как конечная система должна работать, правильно, без отклонений и всего остального. Он описывает, как это должно работать, я проверяю, что это работает именно так, дополняют требования, создают тестовую модель. Тестовую, вот здесь давай поподробнее, что такое создают тестовую модель. Создают тестовую модель логики или тестовую модель окружения? Тестовая модель, это является прогон тестовый, можно сказать, регресс даже, где описаны все тест-кейсы, которые я провожу, чтобы проверить, что все это работает. А у тебя же это в смог превращается рано или поздно? Или у тебя каждый раз какие-то изменения? Потому что я не очень знаю, мне кажется, что требования к системе Чаббота конечны. Да, это потом превращается в смог, и мы отправляем это на ПСИ, где проверочные испытания проходят все это дело, и потом это уже выводится в проб. Так, понял. Давай про инструментарий поговорим и про людей, с которыми-то данными взаимодействуют. Что есть твой инструментарий, сколько у тебя коллег, какое твое положение по отношению к коллегам имеется в виду позиционное. Положение общественное. Как твоя система началась? Позиционное. То есть, в смысле, подчиняешься, руководишь, находишься на равных, существует, то есть, как это выглядит? Я единственный тестировщик в данной команде на данный момент. У меня был стажер автоматизации, который мои написанные тестовые сценарии переводил в автоматизацию. У меня есть еще, получается, разработчики, с которыми я взаимодействую. Это Java и Python. Давай поподробнее. Что такое у тебя есть разработчики? Они находятся для тебя в доступности? Какая форма доступности? Они находятся у меня в команде, конкретно, ну, вот, поскольку Сбербанк штука с доступами очень серьезная, они не на удаленке, они сидят вместе со мной в офисе. И ты физически тоже находишься с ними в офисе? Удаленка вас как-то уже касалась? Ты уже поработал на удаленке? Да, я поработал на удаленке, но это был мой конкретный выбор, и я выбрал работу. Как изменились взаимоотношения с коллегами с точки зрения скорости получения информации, адекватности получения информации? При удаленке? Да, при отсутствии живого контакта. Тут удаленка мне как форма нужна. На самом деле у нас очень хорошо построена эта система, и мы все взаимодействуем активно, мы, если требуется, просто создаем групповой созвон и сидим, делаем вместе. Кто инициатор группового созвона, кто ведет групповый созвон? В зависимости от задачи, если требуется какая-то инфа, например, от продуктованера от тестирования, то продуктованер, если мне нужна инфа от разработчиков или продукта, или получается, сценаристов, которые пишут сценарии, то я создаю. Если тебе нужно создать созвон, позвать туда людей, какие действия ты совершаешь, сколько времени у тебя уйдет? 15 минут, я кину запрос и создам встречу. Кто является непосредственным руководителем в данный момент с точки зрения должности внутри системы? Product Owner. Product Owner. То есть вот эта система чат-бот, это продукт внутри зонтика, да, который оладширован как отдельный продукт, и KPI у него отдельный, определение хорошо-плохо у него отдельное, и есть некий овнер, который условно царь-бог, и виноват всегда он. Виновата команда, но получается первое. Нет-нет-нет, я имею в виду для следующего руководителя, понятно, что команда это как-то. Внутри трэба это именно так, да. Все, я все время понял, работаешь ты, соответственно, полный день в данный момент в этой системе, без каких, то есть никакого парт-тайма нет, ты вот просто работаешь, работаешь, работаешь. Ну, работаю, но как бы у нас все-таки внутри компании приветствуется, когда человек заинтересован работой, и там остается доделывать свои задачи. Ну, типа, ты сам порой не замучаешь. А заинтересованность в работе, она демонстрируется только сидением после часа икс, так я буду очень заинтересован, я дотку проняю. это не оплачется. Нет, все, все, ясно. То есть это как бы жертва, да, ты приносишь жертву, это жертва Витна. Потому что есть принты, все построено по скраму и выживать во все эти принты. Как тебе скрам? Нормально, ну, то есть у нас хороший скрам-менеджер, потому что до этого в НТС-банке у меня был скрам-менеджер, похожий на серфера, и такое чувство, что он просто вечно под тем-то был. Это вполне возможно, что ты довольно точен. Это красные водоросли, по-моему, у серфера. Ну, да, именно. А есть у тебя опыт работы не скрам и не в микрокоманде? А только в каких-то таких небольших помощях знакомым по их каким-то разработкам. Ну, то есть вот именно опыта работать в большом коллективе, я не имею в виду, что Сбербанк маленький, я имел в виду прям юнит, то есть там, где у вас коллективная ответственность и не скрам. Мне нравится, раз я работаю в Сбербанке, а у вас есть опыт работы в большой компании? Ну, коллективный. Роман Ласкрович, у Альберта просто компания и коллектив часто сильный. Он просто понимает, что это компания и что такое Сбербанк. Да, я не очень понимаю разницу. Альберт, давайте я вам объясню. В общем, в МТС-банке это все было немного устроено жестче, там была команда большего объема, там были нарушены взаимодействия между людьми и Сбербанк это все-таки с одной стороны и радость, и с другой стороны гадость, потому что договориться не можешь вот так напрямую словами или одним письмом, тебе надо обязательно составлять протокол тестирования, который ты сделал, отправлять его на дополнительное согласование, после этого ты должен это все продемонстрировать, создать новый протокол тестирования и уже согласовать. Разве ты не кайф в Куа сейчас написал? Разве вот это не есть то самое, ради чего вы, потому что если бы вы владели миром, то я бы ходил только с правой. Очень тонкая грань между бюрократией и комфортом. Класс, именно на это я пытаюсь тебя увести, потому что ты собираешься, ну или размышляешь совершить переход индустриальный, условно говоря, там из одного, хотя они очень схожи, поэтому и спрашиваю, что ты хочешь, чем ты доволен, чем ты недоволен, чтобы было понятно. То, что по описанию в принципе ты тоже делаешь игры, у нас тоже есть чаты, в них тоже есть чаты, и если бы ты, вот как мой пример до этого, про сирень, то в общем не было бы разницы, где ты работаешь. У меня есть некое преимущество после предыдущих участников, потому что я слышал и я замечал свои косяки. И одним из этих косяков я не могу вот прям детально, наверное, до конца сформулировать то, почему я хочу именно в геймдев. Я могу это объяснить эмоционально, то, что да, я горю этим, да, я играю в игры дохренищего времени, у меня из-за этого периодически возникают проблемы с девушкой, потому что она этого не понимает. Я играю как в три в ряд про Гарри Поттера, так и сейчас зачем-то решил пройти полностью на платину Мафию третью, но то есть это все равно это не будет таким доводом, которого здесь, кстати, никто, наверное, не сказал и, наверное, вряд ли я могу сказать, почему именно я должен перейти в геймдев. А давай просто фантазии рассмотрим. Тут же важно не твое ощущение внутреннее, все, оно у тебя классное, очень позитивное, а главное, где будет разница условно реальности и твоего восприятия. Поэтому давай какую-нибудь конкретику. Вот, например, как я тебя сейчас услышал, тебя будут окружать другие люди, да, вроде как, вот, в принципе, до этого нам девушка тоже самое говорила, что по идее тебя должны окружать другие люди. Ну, я согласен. Работа та же, да. То, что очень важно, когда ты находишься в окружении единомышленников, людей, которые разделяют с тобой какие-то примерные ценности. Как геймдизайнер может СКУА разделять ценности? Ты его аст, ты его смерть, ты цербер, ты фюрер, ты фашист, ты непонятно откуда взялся, неясно, зачем вас вообще берут на работу, без вас геймдев был бы нормальным. Легко. Как? Как ты? Тогда что ты чувствуешь? Ну, легко. Геймдизайнер разделяет ценности, потому что он хочет выпустить продукт, который будет крутым. А чат вы не хотите сделать крутым? Или сберовское предложение, типа пусть остается говном, только игры должны быть. Сделайте СБЕР! Игры делают до хера людей, сделайте нам удобно, блядь, мы им пользуемся. Так, ребят, давайте между нами, но будет сейчас удобно, все нормально. А, окей, окей, окей. Вот когда надо было. Хорош, вязать в камеру. У нас был шанс сказать, что без портфолио нельзя, и он бы нам сейчас видел в портфолио, мы бы сейчас такую презентацию забабахли, мир бы колыхнулся. В общем, я не пользуюсь СБЕР, но я работаю в СБЕР. Так в чем разница? Почему в играх вдруг мы все захотим делать классные игры, делать это вовремя, делать это хорошо и без косяков, а в бизнес-софте мы почему-то те же люди, делаем то же самое, но делаем это почему-то без удовольствия. Где логика у тебя? Ну, потому что у вас есть общая концепция, наверное, какого-то мира, какой-то идеи, которую вы хотите рассказать именно компании, не знаю. Да вам так же баки забивают. Мы хотим делать интернет-банкинг удобным, банк в каждую дыру, пусть каждый утюг что-нибудь продаст. Ну, то есть, какая разница, мотивационная чушь литься в твои уши будет в любой компании одинаковая, абсолютно одинаковая. все обменяют мир к лучшему, что-то хотят, никакой разницы. Почему ты считаешь, что в геймдеве будут другие люди? Не кажется ли тебе, что ты его сейчас романтизируешь и что этот геймдев кончился в 2004? Хорошо. Наверное, здесь будет небольшое отступление, но в моей жизни были однажды отношения. Это было пять лет назад, и мы расстались тогда с этой девушкой, и я не мог ее забыть. И в голове я себе представил, наверное, идеальный ее образ. Я продолжал что-то к ней чувствовать, периодически всплывал в память на протяжении этих пяти лет. И здесь мне помогла только одна мысль, то, что я создал уже не ее, я создал человека, который обладает ее внешностью, но он идеален для меня, а она может развиваться совершенно иначе. и так и здесь. Я не хочу уже романтизировать и превращать в геймдев для себя как в какую-то работу мечты. Лучше уж я приду, расстроюсь и буду, ну, не знаю, пойду искать себе какую-то новую цель в жизни, но мне интересно работать и развиваться. Все, с чем я сталкивался до этого в плане обучения, то есть курсы по Unreal на Dev2Dev, там же по геймдизайну, курсы на металлогии, это все то, что мне было интересно и проходя через это, общаясь с людьми из индустрии, мне хотелось погрузиться в это и пока не появилась мысль то, что я как-то неверно мыслил. Понимаешь, почему я так к тебе прицепился? Потому что нельзя игнорировать все-таки бытовой аспект. И ты сейчас находишься в той точке, не очень много мест смогут тебе предоставить схожий комфорт, в том числе и рабочий. Я знаю, я сегодня уже с этим столкнулся, я написал HR из Saber Interactive, я увидел то, что у нее в аккаунте телега указана и я решил попасть счастья. Недавно услышал в подкасте как делают игры, плюс играл на свече в их игры. И я, поскольку сейчас я занимаю все-таки не низшую какую-то позицию в QA, я столкнулся с тем, что мне говорят, что у нас есть только стажеры на очень маленькую зарплату, а тут точно такую же стажировку мы не можем тебе предложить, как, например, на дополнительную работу к моей основной или еще что-то. Говоря прямым языком, денег тебе не предложат столько же, это надо понимать. Я не хочу денег, я понимаю. Это классно звучит, понимаешь, но я должен нанести тебе, чтобы поверить в то, что ты говоришь, это ты веришь, а я должен поверить в то, что ты в это веришь, понимаешь, потому что ошибка будет стоить нам обоим эмоций, не нужно. Времени, ну, даже финансово затрачено, что вы на меня потратите. Ну, не суть, да, ты просто, неважно, да, то есть вот этот аспект надо понимать, что ты сейчас для тебя любой, ты сейчас находишься в такой точке, в которой сейчас происходит сосредоточение бабла, внимания, всего, ты прямо вот в этой точке сейчас находишься. Я знаю. Столько, сколько у тебя там сейчас возможностей, понимаешь, и у тебя их нигде не будет больше, потому что ты придешь в какой-то наш коллектив, у нас получить творческую задачу непросто, потому что мы постоянно что-то считаем и все такое. У тебя сейчас там точка, из которой ты можешь бахнуть в абсолютно разные стороны, потому что Сбер сейчас говорит, что он про все. Ну, он даже игры делает. Ты находишься в этой точке. И мификация внутри. О чем я тебе говорил. Куда ты сейчас? Зачем ты? Если перед тобой сейчас лежат все возможности, ты их почему-то не хочешь брать. То есть, ты селектируешь. Вот это вот мне не нравится, вот это нравится. Это вопрос к тебе. Поэтому не очень понимают, от чего ты будешь уходить. Ты уже в геймдее. Вот что я тебе хочу сказать. Ты уже в нем. Просто это его такая форма, ну, там, не классическая, да, классической, давай Half-Life называть, классической формы геймдева. Я сажусь, запускаю игру, играю в нее. А ты в сервисной модели такой же геймде. Я хочу работать именно конкретно с играми. Не с чат-ботами, не с приложениями банковскими. Это то, что меня привлекает. А если в игре будет чат-бот? Я пытаюсь эту монету. Я его с радостью протестирую. Ну, то есть, это... В чем для твоей, конкретно твоей работы и твоей вот этой работе руками, как мы обсуждали про честку, картошки? Что изменится-то? Ну, кроме внешнее, понятно, коллеги, понятно, это мы обсудили. Вот для... Или тебе достаточно этого мета-уровня в голове, ты сейчас так считаешь? Во-первых, да, я стремлюсь к каким-то мета-уровням. Во-вторых, к почему я сейчас хочу перейти, а не там через год, через два, потому что мне с каждым годом будет это все сложнее. Я это прекрасно понимаю. Я понимаю то, что у меня сейчас зарплата там выше, чем зарплата геймдева даже на моей позиции, типа в QA, на моей внешней сравнимой. И мне будет гораздо проще привыкнуть и вырасти до того же уровня и выше, чем если я уйду, например, через год или два. Альберта такое внутреннее горение, что у меня даже дым пускает. А ты ставишь себе вот это вопрос и он же совет одновременно. Ты ставишь себе какой-то критерий, какой-то кипяй, чтобы определить, особенно на примере с девушкой, да, вот если экстраполировать. Угадал ты с геймдевом или не угадал? Мне кажется, вот это у тебя какая-то будет ключевая точка возможного синхрона. Ты пришел, блядь, говно какое-то полное, вот есть у тебя, чтобы ты через полгода, через год такой сказал, я ошибся или нет, я угадал. Какая-то штука, чтобы ты объективно смог сам себе сказать, да, мои хотелки сбылись. Ты можешь их сформулировать? Да, да, я могу их сформулировать и это заключается в, ну, во-первых, для меня важно, ну, с каким коллективом я работаю, потому что все-таки я видел разные коллективы и люди в нем имеют порой, даже первое значение, потому что вы эмоционально находитесь вместе, даже если на отдаленке, то, ну, как бы от неадекватов, которые могут оказаться с тобой, ну, ты слегка выгораешь, даже не слегка. Также важно то, чтобы здраво оценивались то, что я делаю, вещи, которые я делаю, чтобы я понимал, по каким критериям их оценивают или не оценивают. И, основываясь на этом, типа, я либо приду к большему, во что я правда верю. Смотри, с того, что ты сейчас озвучил, ни первое, ни второе никак не отсеивает, прав ты с геймдемом или неправ. Вот смотри, я делал выбор, когда-то очень давно, я пришел в агентство, из агентства, кадрового агентства, которое занималось промышленным оборудованием, нефтегазом, химии и тролливали, я хотел войти работать. Это было прекрасное желание, я начал это делать в начале 2008 года, я очень угадал, в середине 2008 и под осенью все контракты, которые я подписал, пошли нахер, и я сидел с голой жопой, и у меня есть период жизни, когда меня жена обеспечивала, я был очень успешным ИЧАРом, зарабатывать было... Плюс один, полгода жил за счет жены. Зарабатывать ИЧАРом в 2008 году было немножко сложно с началом кризиса. У меня было желание пойти в IT, я там получил опыт, начал, пошел в агентство уже IT, но я ходил в геймдев. И звучал я у себя в голове приблизительно так, как все, начиная с юноши, которому 18, и тебе вроде больше, чем... 24. Ты с... Кто у нас? Лиза была тоже. 24. Вы в эту штуку попадаете. У себя в голове примерно так же романтически. Потом уже проанализировав и начав работать с геймдевом как с бизнесом, привлекая и подписывая компании, я писал людям, там какой-нибудь, не знаю, смотрю 1S Game Studios, проект Калибр, продюсер, вакансии публикует, даже не отвечает, сука. Писал ему в личную почту, говорю, я хочу геймдев, дайте вакансии, помогу, недорого, даже не отвечают. Проанализировав потом, геймдев хуже, токсичнее, с точки зрения заработка, себе, семье. Я сомневался с этим. Токсичнее карьеры, троллевали пассатижи, только за счет того, что мне интереснее. Еще вот девочки, мои чары, из-за меня страдали, потому что работали со мной. Я им объяснял, так как Альберт объясняет. Я не очень понял, страдали, страдают, и не только девочки, сейчас есть некий у них стабильный момент в плане денег, в агентстве еще и деньги были нестабильны, и если вакансии не закрываешь, то попку вытираешь лопухом, а зимой как бы лопуха ты и не докопаешься. У тебя есть ли у тебя критерии объективные в геймдеве, потому что ценить твой труд и хороший коллектив, я не знаю, но условно, возьмем самые смешные имена сейчас, ушел из Сбера, перешел в Тинькофф, или наоборот, Тинькофф токсичный, Греф милый человек, или любые другие, из Яндекса в Мейл, все хочешь, приходишь, и вот оно совпало, или взяв, не очень понимая себе структуру, но это же огромная корпорация, наверняка один коллектив, одна команда в Сбере тебе может не нравиться, а в другой могут сидеть такие классные парни, что ты от них и не уйдешь. Я вот про этот критерий, то, что ты говоришь, это про IT в целом, это никак ты не оценишь. Ты придешь, там сраные токсики, говорят, блядь, ты делаешь какое-то сраное тестирование, давай ты не будешь тут лезть своими амбициями, всякой керамией. Я тебе могу реально кейс рассказать о том, что у геймдизов не бывает другого виноватого, кроме Коа. Вот просто не бывает. Они не умеют. Я вспоминаю свою работу в МТС-банке, у меня точно так же было. То есть мы тормозим релиз из-за этого страдания. Еще вы не способны просто нормально посмотреть и сразу определить, что девять тысячных здесь лишних. Ну раку же понятного, и в чем факт. Рак-то мне непонятного. Сидя тысячу, не могут найти. За что деньги платят? Так есть? Давай придумаем. Есть ли у тебя хотя бы один критерий, что геймдизов не ошибка? Да. По простой причине, наверное, того, что я вижу в этом свою возможность. Я вижу это тем продуктом, в который я хочу вливать свою душу. опять. Это, ну да, извините. Все просто непонятно, от чего ты бежишь, понимаешь? Непонятно, от чего ты бежишь. Выглядит, как ты такой сидишь, такой, что-то я не развиваюсь. Я не боюсь. Я пришел в QA только по одной простой причине, потому что я хочу работать с играми в геймдеве. А я пришел сюда, потому что в банковском я оказался, потому что куча рекрутеров, даже не связавшись со мной и с разных игровых компаний, просто меня отклонили. Мое, ну типа, даже на стажировки разные, бесплатные, не бесплатные. Да, все так. А другие, ну, потом просто я два, нет, трижды я оказывался, доходил до тестового испытания, я его дважды прошел, один раз не прошел, но со мной связались только через три недели после того, как я уже каждый день начал писать. Гифка какая-то получается. И после этого я понял, ну, как бы жить на что-то надо, а в Леруа Мерлен работать не хочется. Что за антиреклама Леруа Мерлен? Нет, я знаю, например, прекрасную концепцию, как можно сделать игру про Леруа Мерлен. У них, кстати, есть игра, но она говно полная. Ребята, напишите ему, он знает. У меня, наверное, есть где-то его почта, вы можете написать мне, мы снижаемся. По самому Леруа Мерлен это и есть игра. Я не уверен, что Леруа Мерлен сейчас здесь есть и может на тебя нажать, и они потом увидят, и потом так что Леруа Мерлен, Николай знает, как сделать игру для вас. Напишите. Ну, в общем, я проработал в Леруа Мерлен и я понял, что я так просто горбатился. На дядю. Горбатиться, надо говорить полную фразу, горбатиться на дядю. Нет, не на дядю, в том-то и дело, горбатиться и страдать в первую очередь физически, ну, как бы это тяжелая работа, она выматывающая и твоих жизненных сил становится меньше. ХП падает. Но я понял, прокачка не идет. Я пошел на стажировку. Да, и прокачка не идет. Я пошел на стажировку в МТС Банк. Это уже похоже на рекламу МТС Банк. Я не развивался, мне было плохо, я горбатился, мне было тяжело. И я пошел в МТС Банк. Круто. Я благодарен просто тем людям, которые хотя бы там мне дали шанс показать, на что я способен. Я показал и теперь я уже не в МТС Банке, но вот здесь. Но я все еще не ушел от той мысли, что я хочу в геймдэк. То, что я хочу тестировать игры, разрабатывать. Какая-то на телевидении должна быть передача «Ищу себя». «Ищу себя». Там есть какая-то другая похожая. Да нет, ну, действительно, конечно, тяжелые вопросы задаем, потому что даже самому себе в 24 года я себе такие вопросы задавал. Вряд ли у меня были бы осмысленные ответы, поэтому требовать от других. Может, ты больше добился бы. Не знаю. Ты же знаешь, у меня вот эти сослагательные штуки со мной вообще никак не действуют. Я там, где я есть. Ну, смотри, как бы фидбэк на твое, что ли, резюме, да, или то, что ты про себя рассказал. Ну, скорее наш разговор. Фидбэк на разговор, ребята, приходите на собеседование с резюме. Это упрощается. Это реально. Простите, я не успел. Безусловно, как я тебе говорил, что пересечение огромное количество, ты сам это понимаешь, поэтому с точки зрения скиллов ничего тебе бояться не надо. там уже вопрос именно проверки этих скиллов. Как устроено тестирование в том или ином месте, какой софт, какие правила, там ты можешь подойти, не подойти, это уже отдельный вопрос, но в действительности все ты знаешь. За это можешь не бояться. С вот этой твоей философией все, конечно, сложновато, потому что переходить ты будешь с понижением, например, и готовься отвечать на вопрос. Я это прекрасно понимаю. Ты-то понимаешь, ты готовься отвечать на вопрос, зачем ты это выговоряешь, потому что, в общем-то, Сергей тебе примерно такой же вопрос задал, просто менее жестко. То есть, в реальности это было бы за тем, опять мне потом все мои предъявят. В реальности был бы вопрос, зачем ты уходишь с понижением и все люди с головой. Потому что это решение, которое нужно объяснить. А как у тебя, вот, кстати, насчет ток с головой? Вот мы сегодня не показывали этот опыт. Как у тебя? Мой любимый вопрос. Жены, дети, кошки, собаки, квартира своя, чужая, съемная? Снимаю квартиру в Ясенево. Это уже нам не важно. В Ясенево там... Двушка за 35 вообще выгодно. А сам откуда ты? Реклама Ясенева. А, ну ты просто отдельно живешь, снимаешь, а я здесь в Москве. Да, я просто понял, что надо быть взрослее и как бы, если есть отношения, то их надо тоже подчеркнуть. Есть кот, прекрасный кот. Зулус. И девушка, которая не любит игры, но также со мной играет в Триплэй. Ну, это три в ряд. Всегда люблю на собеседованиях обратить внимание на ранжирование человека, когда он рассказал, у меня есть кот, такой-то кот, то-се, и потом уже вспомнил, что еще есть девушка. Вот это я люблю всегда акцентировать. Кот Зулус. Я представил, что это какая-то армия древних монголов с Зулусами, они идут в атаку. И Зулуцы побеждают. Просто есть, вот про что, почему более жесткий вопрос. Иногда очень пугает, ну, какие-то цифры, да, я там лид-куа получаю 150 тысяч, мне 30 лет, у меня двое детей, жена не работает, я хочу в геймдев, готов работать за 50. Вот это правда пиздец. Это непонятно. Это реально люди такие бывают, и честно... Я здраво могу сказать, сколько... Это сейчас не надо говорить, тут тебе это не надо, как бы это все там, можно ли отзвучивать твои зарплаты. Прямо не надо, да, лишняя информация нам здесь не нужна. Не, я про то, что... Скорее всего, это выше, понимаешь? Ну, то есть, в чем, вот мы с Серегой, мы шутим про Сбер, да, сейчас же он... Про Сбер не надо шутить, Альберт, это серьезная херня. Он не везде адекватно себя ведет, особенно в рекрутерской политике. И, конечно, приходят ребята 24 года, получал он 250 тысяч, что он делал, он, в общем, не знает. В общем-то, он ничего не делал. Ну, вот 250, это теперь столько, сколько он считает, он стоит, потому что ему 250 там платили. Понимаешь? И это вот не единичный случай. И с этим же столкнешься. Да, ты не такой, да, ты более умный, да, ты более опытный и все остальное, но относиться к тебе будут так, потому что, где логика скучно, тебе там стало, приключений пошел искать, а нам такие здесь, ищущие приключения, условно говоря, не нужны. Поэтому готовься отвечать. Это будут у тебя спрашивать. И вот это твое хочу в геймдев, ну, на неофитов это действует, естественно, что на Сергея или там опытных людей это не действует никак. Хочу я, хочу в мир, во всем мире. Это условно. Вот, поэтому все-таки придумаю какое-то объяснение. Вот, Серега, попробовал тебя на это вывести, доделай это упражнение до конца и попробуй четко объяснять, зачем тебе это надо. Вот любое объяснение, типа, там, Лизинова, другие люди, оно походит. Лучше, чем не знаю. Не знаю, это худший, ну, или вот этот вот философский, это худший ответ, с ним тяжело работать. Чего у тебя с готовностью подчиняться вообще субординацией и насколько ты у нас вспыльчивый и непримиримый, когда вокруг тебя происходит что-то, что ты считаешь неправильно. В работе не вспыльчивый. Чем так? В жизни бывает. Вот смотри, сразу я тебе как опытный чар скажу, что я в эту херню сразу не поверю. Вот ты ее зачем-то произнес, я тебе уже зачем-то не поверил. Потому что, смотри, есть простая градация. В работе, это когда у тебя есть такая классная маска и она у вас у всех классная. А потом вы с Лизой идете в душу, в коллектив единомышленников и если это правда так, то там маски-то нет или она другая уже. И чем ближе ты с людьми общаешься, тем меньше формальная маска работает. И тут у нас что появляется в работе? Вспыльчивый Николай. Такой, блядь, получите настоящий мой характер через 6 месяцев работать. Могу доказать, я работал в Рокетбанке. В Рокетбанке чем-то похожее. Во всех банках работал, по-моему, 24 года человек. Нет, Рокет не являлся банком, давайте вспомним это. Вот. И в Рокете народ, там же, где я работал, там и тусил, все, если сказали то, что вот, ребята, у нас очень много заявок, давайте поработаем трое суток без выхода из офиса, люди по своей воле приезжали. Я бы сейчас тоже, я бы сейчас согласился, Ну вот, ну и там, конечно же, всякие отношения у людей выстраивались очень по-разному, и тебя могли повысить просто потому, что ты кому-то нравишься, а могли не повысить, потому что ты кому-то не нравишься. И на примере этой работы могу сказать, что нет, не вспыльчивый, и... Какую-то он историю нам рассказал, но я не понял, почему он ее рассказывал, Альберт, ты догадал? Ну, я говорю то, что просто это история, как то, что там очень сильно стирается грань между вот той самой якобы работой и... И ты все равно не вспылил, не вывели тебя. с людьми, которые с ним... Ну, были разные ситуации. Подчиняться или командовать чуть-чуть комфортнее? Ближе к руководящему. Получай ответственность. Зачем тебе руководство? В первую очередь, да, получается. Для меня это важно. Не быть-ка... В смысле, чтобы... Как сказать... Чтобы только ты был виноват, зачем тебе это надо? Нет, чтобы только я, чтобы... команда... Команда свелась, сказал, вот этот вот во всем виноват, вышла команда. Ты один. Ну, значит, я отвечу за это и буду делать так, чтобы этого не произошло. А бонус-то ты какой? Команда... Бонус-то ты какой за это получил? Ну, говна ты поел, да. А плюс-то какой? В первую очередь, я за это отвечаю и я гораздо ближе это принимаю. То есть тебе просто спокойнее спать, что никакая падла не подставит тебя и что единственный, кто может тебя подставить, это ты сам. Это? Тогда что? Зачем? Зачем руководить? Я не хочу руководить никому. Я прошу меня уволить в около раз в неделю. Ну, ладно. Сейчас не раз в неделю. Раньше было чаще. Я не хочу руководить. Я хочу, чтобы кто-то приходил, говорил мне, что и зачем я должен сделать. чтобы когда это плохо выходит, у этого был автор и это был не я. Тебе. Я хочу нести ответственность за действия людей, которые работают вместе со мной и исходя из этого, я бы мог и требовать не с пустого места то, что я что-то прошу или говорю, что это некачественно, а другие мне... А, забей. Вот это сейчас важно. А это то, с чем ты сталкивался. Вот эта вот история, при которой ты проявляешь инициативу... Я даже с руководителем. В основном с руководителем. То есть ты проявляешь инициативу, указываешь какую-то точку, в которой что-то можно... Ну, у нас критический... Ну, а теперь говорят всем на это насрать. Да? Все. Вот сейчас ты вот этой истории объяснил больше, чем за предыдущие 30 минут размышления. То есть в действительности ты надеешься, что в геймдиве менее безразличные к результату люди, потому что они якобы... Если они в геймдиве, то они уже про результат. Да, не про зарплату. Еще раз. Здесь ты не прав. Я просто не хочу здесь спорить. Геймдив уже разный. Но я имею в виду то, что... Геймдив уже разный. И до профсоюзов нам осталось... Ну и не надо, пожалуйста. Через пару лет у нас уже будут профсоюзы. Мы ничем не будем отличаться от деятелей, блядь, радио, кино, телевидения, балета и всего остального. От вот этого рок-н-ролла геймдива почти ничего не осталось. Так что геймдив разный. Имей в виду. Ну, я тебя понял. Я тебя понял. Сереж, у меня больше вопросов нету к нему. Вот рекомендацию чуть меньше переживать за резюме. Я точно дал. Только сеть его напиши все-таки. Это полезно. У меня просто... С какими кейсами ты сталкивался в общем и целом ТКО готовый для им дела, потому что кейсы абсолютно такие же и делать ты будешь то же самое примерно в тех же Бокзиллах и всех остальных штуках и взаимодействовать будешь с теми же, в общем, людьми с той же мотивацией. У тебя вопросы к нам? Да, возможно, можете подсказать, как больше не размывать вот эту свою, как вы сказали, философию, а... Ну, смотри, есть... Тут сложно всегда давать такой однозначный совет, потому что мы-то даем советы, я все время подчеркиваю, как бы ты общался с нами, как мы воспринимаем информацию. Понятно, что все люди воспринимают информацию по-разному. Но общий совет в любой коммуникации, особенно такой, когда знакомство какое-то с малознакомым тебе человеком, стараться максимально точечно как формулировать вопрос, так максимально конкретно отвечать на то, что тебя спросили. Потому что ты уходишь в философские дебри, многим этого достаточно, многим и в ответе, а почему вы уволились, мне там не очень нравится. Говорят, хорошо, а у меня перед моими HR-ами все последние там 10 или сколько лет стоят задачи докопаться, почему? Потому что потом HR приходит ко мне, спрашивает, и что? А почему у нее не складывалось? А что, он токсичный говнюк или руководителя? Докажи. Соответственно, вот докапываться. Вот ты внутри себя находишь вот эту мотивацию, которую мы тебя спрашивали, четко, емко ее формулируешь и с той стороны человек ее должен понять. Вот, собственно, вот это всегда помогает. Когда ты уходишь в дебри, это хорошо, не знаю, за чаем, за пивом, кто что пьет. На кухне без маски, без перчаток ты с друзьями, с родственниками общаешься. Когда у тебя идет это, у тебя надо помнить, что тут двойная граница беседования. Во-первых, мы говорим, не напрягайтесь, там, это диалог, а во-вторых, это диалог, но оценка. То есть, и ты оцениваешь, надо ли тебе с этой стороны работать, даже если это геймдев. И они оценивают, а надо ли с тобой работать, или ты сумасшедший. Пример сумасшествия, мы тебе привели, там, зарплата в три раза меньше с вообще непонятной, куда денутся твои обязательства. Это как бы, ты говоришь, ты готов, я тебе говорю, я не готов. Ну, то есть, мне это не надо. Ты ко мне придешь через, почему мы вообще спрашиваем про зарплату, да, почему это не соответствует. Потому что ты потом ко мне приходишь через три месяца, через шесть месяцев. Говоришь, мне мало, у меня заболел ребенок, у меня там то-то, то-то. Да просто ты привык, ты привык. У тебя твои структуры трат, они сейчас так устроены, и как только эти траты не смогут быть реализованы, у тебя немедленно производительность уйдет куда-то и ты начнешь требовать. И к тому же, ты припомнишь, что ты приходил на позицию Джуна и якобы на собеседовании ты говоришь, что через некоторое время ты будешь куда-то там расти. И ты вырос. Это эти истории, они постоянно. И нам пора тебя повысить, потому что ты вырос. Это просто такой критерий. Второй критерий точно такой же. Альберт тебя вполне детально говорит, что в текущий момент в России Сбер это как Фейсбук, Амазон или еще что-то. Самая большая компания, где можно делать все. Надо уметь отвечать на вопрос. И опять-таки, это надо не себе придумать какую-то фантазию, а уметь четко себе сформулировать, уметь ответить на вопрос, чего ты уходишь. Почему там, не знаю. У нас есть игры. Ты пошел в Сбербанк со всеми пигурами. Говорит, нет, ты не будешь делать у нас игры. Пошел в жопу отсюда. Иди тестируй там чат-бота. Здесь нам не нужны ты. Ты все попробовал. Да, вот это такое. Полностью я все попробовал. Или там, моя корпоративная культура не моя, потому что. Тогда будет ожидание, а что ты ждешь от корпоративной культуры? Там вопрос переработок, отношений в коллективе, трали-вали. И тут же может наложиться, да, я хочу там дружелюбный, там, а мы сидим по домам, и у нас люди проходят истательный срок, мы их не видим вживую. Мы не можем всех заставить видеокамерой-то включать, у кого-то что-то не работает. Люди там, начиная, новички-то, вот представь, вот сегодня у нас на Калибре новый сотрудник вышел на работу. Варвара, привет! Ну, она, я думаю, надеюсь, работает. Привет, это Варя, я трали-вали, и вот ей ответили пять комментариев в ответ, и там сто смайликов ей прилетело. Ну, а что, они узнали, кто такая Варя? Вот через, это к предыдущим уже, да, людям, левел-дизайнерам, и к предыдущей нашей Лизе, вот когда они увидят результат ее работы? Через три месяца, через шесть месяцев, чтобы вот реально ее, или вообще лично ее работа будет там через год. Поэтому это что же, вот меня все время удивляет вопрос, у тебя же акцент, как и у Лизы, на коллектив, а как ты оцениваешь коллектив? Тебе нужен хороший коллектив, дружелюбный, нетоксичный, тра-ля-ля. Ты увидел Ичара, я тебе пример привожу, да, ты увидел Ичара, ты увидел на финальном интервью там руководителя, увидел там потенциального лида там на техническом интервью, все, коллектив ты не видишь. Какая там атмосфера, если ты не спросишь, ты не узнаешь. Поэтому как бы вот некий такой совет, вот понять в какой момент и все это узнавать. Опять-таки не вопросом, а какая у вас атмосфера, а понять, какими вопросами ты это проверишь. Поэтому... Что ты спросишь? Это вот, поскольку ты у нас сегодня крайний, я думаю, то это очень важное понимание, что чаще всего люди готовятся к интервью, собеседованию, на работу и думают, какие вопросы будут задавать им. И крайне редко приходит кто-то, кто подумал о том, а что он хочет узнать. Потому что вы все excited по поводу того, что вот меня берут в геймдев, там еще что-то, и все, башня откладывается в сторону, эмоция. А вы тем временем, возможно, идете в адскую помойку куда-то. И, соответственно, подготовьте. Вот Сергей пример и говорит. Если ты знаешь, что ты на чем-то сфокусировал, и тебе важно, чтобы столы были не серого цвета, было в помещении прохладно, или наоборот, жарко, была парковка, и там, я не знаю, что там, еще что-то. Важно понять, что важно для тебя. Важно понять, спросить, что важно для тебя. Потому что вот это там командная работа, коллектив и так далее, он для каждого сегодня. И задай этот вопрос. Потому что вполне выяснится, что никто, в общем, никогда не планировал, чтобы ты был доволен. И это не твое место. Потому что правильно Серега говорит, вот эти все собеседования по удаленке, я любой фон себе могу поставить, любой логотип нарисовать, ты будешь не со мной общаться, ты будешь с брендом, который за мной общаться. А важно понять, что там в конечном итоге дальше будет. Вот у нас, например, Лид Куа. Девушка, как тебе такое? Ты придешь и на следующий день она посмотрит. Знаешь, когда она строга? У меня уже мой первый руководитель по тестированию была девушка и Утс. Там несколько детей она, знаешь, как быстро умеет на место всех ставить и разбирать. Я люблю строгих. Ну вот это плюс. Все, Сереж, я не знаю, что добавить к этому. Прощу. Спасибо тебе. Спасибо большое, что пришел. Грызи дальше, но вот насчет Сбера подумай. Ты сейчас находишься в точке, в которой минимальные усилия потенциально приводят к максимальному результату, а уйдешь в точку, где будет ровно наоборот. Максимум твоих усилий будет up to you, как говорят у нас в американщине. Хорошо. Спасибо. Отвечаю тебя, Николай. Спасибо вам огромное. Что ты сейчас скажешь? Это было очень насыщенное. Три часа, я думаю, было очень полезно. Жду не дождусь, пока удастся это все на YouTube выложить. До свидания, зрители. До свидания, друзья мои. Хороших игр вам во всех проявлениях. И делайте хорошие, играйте в хорошие. Когда получаются нехорошие, это тоже важно. Продолжение следует...